Мы пытаемся объединить здесь на одной площадке и спровоцировать дискуссию между разными частями политического и иным способом разделенного медиа-сообщества. К сожалению, не все части до нас регулярно доходят, но, как показывает практика, уровень дискуссии, который на этой площадке происходит, высокий. И в период, когда национальные медиа стоят перед таким достаточно сложным, непростым периодом трансформации, я думаю, что те, кто не участвуют в дискуссии, они теряют достаточно много. Сегодня у нас последний медиа-ток в этом году, декабрь месяц, время подводить итоги. Будем сниматься этим и мы. Сегодня мы будем говорить о том, что произошло примечательного, о взлетах, падениях, об интересных продажах, приобретениях, о интересных решениях в белорусских медиа. Буквально за несколько дней до нашего мероприятия, которое мы планировали намного заранее, пришли новости о Белсате, который вы все знаете. Мы считаем также, это одно из самых важных событий, наверное, медиа-сообщества за год, и мы, безусловно, посвятим ему какую-то часть обсуждения. Но тут у меня, как у модератора, стоял очень нелегкий выбор, потому что если с Белсата начинать, что, казалось бы, просится, то остальные события, которых тоже немало, они могут остаться померкнены, действительно, как подсказывает коллега. Поэтому давайте мы сделаем так, мы начнем с общего обзора рынка и ситуацию с Белсатом оставим, так сказать, на закуску. У меня вот Валерина Кустова здесь присутствует, просила слово. Безусловно, я думаю, что будут дебаты и по этому поводу. А пока что мы начнем с обсуждения ситуации в секторах медиа, что происходило примечательного. И начнем мы с онлайн-СМИ. Что было с онлайном в 2016 году, я попрошу рассказать многолетнего эксперта в онлайне, измерителя, Михаила Дорошевича, компания HashtagDB3. Михаил, прошу вас к микрофону. Да, добрый вечер, большое спасибо, что мне досталось первое слово. Это, конечно, немножко волнующе, но с другой стороны, смотрите, какая ситуация. Если смотреть на ситуацию медийную, то да, получается, что интернет наиболее важная медиа сейчас в нашей стране. Ну, раз так, значит, начнем с медиа. Я даже не знаю, я постараюсь совсем кратко, чтобы там потом больше в какой-то дискуссии, если она будет. Правда, вот Владимира нет, вот так тяжковато будет без него. Ну, ничего. Вот, смотрите, какая ситуация. То есть, если говорить про всю белорусскую интернет-аудиторию за 10 месяцев текущего года, то она не выросла. Если же говорить про медиа, то, ну, особых причин не было, чтобы она могла расти. Я сделал буквально один график для себя, что называется, сделал такой сплит из семи площадок. Из семи площадок. В эти площадки медийные, ну, никто не будет спорить, что они ведущие и крупнейшие. Это новостной раздел Тутбая, крупнейшего портала белорусского, 100% происхождения. Новостного раздела News Mail.ru, потому что на нем представлены белорусские новости, и это крупнейший агрегатор белорусских новостей. Информационное агентство Белта, информационное агентство, представленное в виде их информационного сайта на Венебай, Комсомольская правда, Наша Нива и Советская Беларусь. То есть, семь площадок. Если говорить про эти семь площадок, то их ежемесячный охват аудитории составлял, он колебался, естественно, от месяца к месяцу. Но если говорить про рамки, то есть, чтобы понимать размер цифр, о которых мы говорим, то есть, мы говорим о людях в этих цифрах, то это цифры были от 1 миллиона 865 тысяч человек до 2 миллионов 200. Если говорить в процентах охвата интернет-аудитория, потому что интернет перенимает основные характеристики доставшиеся ему от телевидения, и это не хиты и там не уникальные пользователи, а люди, охват. Соответственно, если говорить о охвате всей беларусской интернет-аудитории, то это колебания между 38 и 43,5%. То есть, это получается, что, ну, смотрите, то есть, 2 миллиона человек, которые пользовались семью этими источниками, это с учетом пересечения аудитории, это не сумма. Ну, надеюсь, я, все здесь присутствующие понимают, что это означает. Соответственно, это, как бы, сухие цифры. Грустная цифра заключается тем, что 2,2 миллиона были в январе, а вот в октябре был 1 миллион 966 тысяч. То есть, получается, что охват этих семи ведущих онлайн-медиа потерял, ну, то есть, месяц от месяца зависел. Естественно, было сезонное проседание, предположим, в июне или в августе. Потерял порядка, ну, между 4 и 5 процентами охвата. Ну, для этого много может быть причин, для этого нужно их дискутировать и обсуждать. Естественно, если смотреть с точки зрения дальше социально-демографических характеристик, то, конечно, в отличие от всего интернета, большая часть, немного, то есть, буквально 52 процента это мужчины. Да, это преимущественно более взрослая аудитория, хотя были исключения, про которые я, например, обращал внимание на прошлые недели, потому что, когда в октябре случилась трагедия в Минском торговом центре, это сильно, очень сильным образом изменило композицию аудиторно-новостных сайтов. И как раз молодая аудитория, как раз молодая аудитория в возрасте 15-24, которая традиционно не читает новостей, или читает их очень быстро, и она как раз из-за этих событий, ну, к сожалению, то есть, это вообще признанный факт, и никуда от него не делается, что трагедия вызывает наибольший интерес к событиям. То есть, как раз, вот, октябрь такой месяц неожиданный, когда как раз молодая аудитория была, изменила месячную композицию этой аудитории. Ну, дальше, естественно, история о том, что большая часть читающих новостей, это люди с высшим образованием, хотя в белорусском интернете, который представляет уже в силу своего размера общую генеральную совокупность белорусского населения, большая часть людей со средним специальным, по-прежнему нету новостных ресурсов, которые бы соответствовали данной группе, хотя вот опять же таки, возвращаясь к вышеупомянутым октябрьским событиям, как раз были изменения и в уровне образования читателей новостей в те дни. Ну, в общем-то, если совсем кратко, то я совсем могу до бесконечности эту продолжать историю. Цифр много, их нужно анализировать, знать. А давайте мы проанализируем немножко цифры. Давайте. Какие у вас будут предположения, почему такой спорт произошел? Смотрите, тут может быть несколько моментов. К счастью, буквально, к счастью, то, что в этом году не было серьезных экономических потрясений. Трагедия, о которой я говорил, она вызвала серьезные изменения и как раз о том, что как раз воскресная аудитория была максимальной в октябрь среди новостной аудитории. То есть получается, что медиа событий, которые бы привлекали внимание читателей, их нет. Другой момент, конечно, который может быть отчасти гипотетически, гипотетически, по поводу того, что какая-то часть людей начала читать новости только в социальных медиа и не переходить на новостные сайты. Но, с другой стороны, как бы движущийся, к примеру, если пытаться скатиться в технологическую сторону тот же Facebook, который позволяет не переходить на сайты новостные, то это все измеримо. Это все измеримо. И еще какая причина? Ну да, то есть люди читают только заголовки и не переходят на сами сайты. Но это гипотетически. То есть в отличие от большого количества существующих медиаэкспертов, я никак не могу это прокомментировать, насколько это правда. Я правильно понимаю, что цифры это топ-7? Нет, я не могу сказать, что это топ-7. Я просто выбрал сплит, на мой взгляд. Это мой субъективный взгляд. Его можно обсуждать, но тем не менее, я посчитал просто нужным взять крупнейшие разделы порталов, крупнейшие сайты с государственной формой собственности, которые, кстати, наиболее популярны среди новостных. Это тоже вещи, о которых зачастую все забывают о том, что после новостных разделов порталов, третий по популярности новостной источник – это Белта. Почему так случилось? Это понятно. У них есть доступ к информации, у которых нет других уважаемых информационных агентств и независимых. Даже ситуация в Советской Беларуси. Если говорить про медиа, то есть комсомольская правда, наша Нива и новины, ну, я тоже думаю, они не вызывают вопросов о том, что это лидеры информационные и они производители контента. Я просто к тому, что если лидеры рынка теряют в аудитории, напрашивается вопрос, есть ли какие-то основания полагать, что медиа диверсифицируется немножко онлайн, что более мелкие растут? Или у вас нет? И, например, если мы говорим про тот же Тутбай, у него ограничиваемая аудиторию, я ограничиваю, потому что, может быть, что часть людей достаточно только титульной страницы, то есть им достаточно подсвечивающиеся этой новости с хэдом, чтобы дальше никуда не двигаться. Про диверсификацию, ну, знаете, сложный вопрос, то есть поведение пользователей всех новостных сайтов, их возможно изучать, но этим надо заниматься ежедневно. Но, тем не менее, то, что вы упомянули, то, что люди стали читать больше заголовков исключительно и не кликать на новость, то, что люди стали больше читать в соцсетях, это звучит как серьезная проблема для онлайн-СМИ. В этой связи это какая-то часть мировой тенденции, на ваш взгляд, или в Беларуси это как-то особенно ясно проявляется? Ну, смотрите, то есть я сделал пять оговорок о том, что это моя гипотеза, то есть я никак не могу ее прокомментировать. То есть, в принципе, формально это, наверное, глобальный тренд, но я думаю, что надо просто-напросто брать, садиться и разбираться с данными, которых очень много, по поводу того, что в каждом отдельно СМИ онлайн-медиа, какие у него источники трафика, какое влияние и так далее. То есть это просто показывает, какую вещь, это показывает необходимость и важность дальнейших медиа-измерений для того, чтобы онлайн-медиа отчасти понимали, что происходит с их аудиторией. То есть, понимаете, с медиа-измерениями такая ситуация, это не просто так вот развлечение, ну вот от нечего делать, можно было бы заняться. Медиа-исследования все-таки, даже мы не говорим о том, что они должны влиять на распределение пирога рекламных денег, а не оказывают влияние на распределение рекламных денег и в Беларуси даже, это все-таки важнейший инструмент работы медиа. Если медиа этого не делает, то это один из тех многочисленных вопросов медиа, которые возникают в последние дни. Спасибо большое, Михаила. Знаешь, что или с Луцкой было дополнение или ремарка по этому? Я просто предлагаю, может быть, действительно сразу проговаривать какие-то вопросы по секторам, потому что потом мы далеко уйдем, будет трудно возвращаться. У меня два вопроса к Мише, поэтому ты зря отложил микрофон. И первый такой, я не очень точно помню цифры, а что если сравнить тренды с прошлого, позапрошлого года и нынешнего? Что происходит в тренде? Аудитория стабильна, она растет медленно или она падает? Тренд новостных сайтов уже, я думаю, с 2011 года, она не растет. Она не растет. Она все время колеблется около вот этой цифры. Ну вот, опять же... Речь идет об охвате или количестве юзеров? Если говорить про охват пользователей, которые пользуются новостными ресурсами, то эта цифра, она практически не меняется. То есть она как достигла в 2011, предположим, году своего какого-то значения, вот в 2 и 2 миллиона. То есть, условно говоря, вот тут, говоря о 7 новостных ресурсах, 7 новостных ресурсов, то есть, если мы проанализируем все 50, которые, ну, можно отнести к медиа по разным каким-то признакам, то 2, эта цифра будет 2 и 2, 2 и 4, может быть, миллиона. Да, самый пик был достигнут в декабре 2014 года, когда был локаут и когда было много экономики, но с другой стороны, уже в 2015 году, в августе, когда была малая девальвация, это была большая девальвация, это была малая девальвация, уже такого пика не было. И, например, если анализировать тот же, ну, раз ты затронула такую важную вещь, как тренды-антитренды, то, соответственно, в том же 2015 году, в том же августе, когда была малая девальвация, это была последняя неделя августа, то, если анализировать вот аудиторию, композицию аудитории новостных сайтов, то, может быть, чуть ли не более важным событием для большой группы людей, которые, например, представляют те, кто работают в офисах, я их называю белые воротнички, ну, те, у которых работа, для них было более важным, и особенно минской аудитории, события, которые происходили вокруг пляжей на Минском море. Вот, оказывается, эта новость была более сопоставима по важности, при том, что, конечно, последняя неделя августа с экономической девальвацией, второй малой, люди многие еще были в отпусках, те, которые читатели новостей. Если еще, опять же, смотреть такую ситуацию, сравнивать, например, 16-й год и 15-й, и 14-й, то обычно происходит традиционный провал в летние месяцы, да, то есть происходит несколько, некоторое изменение потребления, то есть уменьшается потребление с компьютеров, увеличивается потребление мобильное, в силу, опять же, таких отпусков. В этом году, так как все-таки растет важность мобильного трафика и мобильного использования, этой разницы не было, то есть как было в течение месяца. То есть предполагать о том, что люди не поехали в отпуска для отдыхать, ну, к сожалению, не приходится, просто изменилось медиапотребление. То есть, если можно, я продолжу, ты почти ответил, но не до конца, на мои, да, бесконечные вопросы. Потому что у меня было еще вопрос, два вопроса, я сразу их озвучу. Правильно ли я понимаю, что вот этих 7 топовых сайтов, это практически… Это не 7 топовых сайтов, это сплит, который я выбрал. Сплит, тот сплит, который ты выбрал. И это почти 90% аудитории. Ну, практически новостной, да. Да, 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 абсолютно верно. Ну, то есть, естественно, я бы еще как… Я специально брал те, кто производит новости. Да, я поняла. Ну, можно было бы, естественно, добавить его радио, можно было бы добавить спутник, но он добавился с марта. Ну, как производители. То есть, опять же таки, нравится, не нравится, это… Да, 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 все понятно. Людям нравится. Окей. И второй мой вопрос, ты его немножко тоже затронул. Это касался доли мобильных потребителей. Что про мобиль, да, рассказать. Сколько выросла доля мобильных потребителей, потому что это такой общемировой тренд. Насколько Беларусь соответствует этому тренду? Ну, опять же таки, если сравнивать с какими-то рынками, ну, предположим, я знаю, как бы цифры по датскому или бельгийскому рынку, то мобильный трафик у нас еще не обогнал. Но можно делать, раз такое предновогоднее мероприятие, прогнозы на 17-й год, он может сравняться и обогнать. То есть, он растет, и он растет достаточно заметно. Я не могу ничего сказать про четвертый квартал. Ну, он еще не закончился, и, как бы, каких-то радикальных вещей нету, но доля мобильного трафика у новостных сайтов, естественно, выросла. То есть, у всех, конечно, это разная ситуация, потому что у одних мобильные версии удобные, у других менее удобные. Это все, естественно, тоже сказывается, потому что консерватизм людей, о котором я говорил, тем, что люди читают один новостной источник, он во многом связан с тем, что одну и ту же новость, ну, нет смысла читать вот сплит новостных сайтов, что даже самым тяжелым пользователям, это только какие-то адепты новостей могут читать всех. Потому что одна и та же новость, она, если она становится доступной, то она как-то проходит по всем. То есть, это может быть то ли перепечатка, то ли собственная, то есть, оказывается, что вот эта новость, и она встречается всюду. То есть, это консерватизм, и консерватизм, соответственно, люди читают только один новостной ресурс, потому что они знают, они узнают все эти, а все, что они не узнали на одном, ничего страшного. С точки зрения мобильного, да, если мобильная версия неудобна, ну, да, можно предположить, что ее не будут пользоваться с точки зрения. А трафик мобильный, ну, если в процентах, то есть, если в прошлом году эта цифра была на уровне, я не могу сказать, что вот это абсолютно точная цифра, ну, просто потому что я не помню ее, 30%, то сейчас порядка 40%. Стремится к 50%. Ну, стремится... А в связи с этим вопрос, а читают ли люди новости через приложение? Для того... О, это отличный вопрос. Это хороший вопрос. Приложение, чтобы читать, это надо их специально измерять. Да, не меряем. А вот этот смех, между прочим, достаточно неправильный, потому что, опять же таки, это не прихоть. То есть, это можно измерить, но есть ли у вас деньги, чтобы это измерить? Вот так. День не адрес назад. Не, ну, вы начали смеяться, я вам ответил. То есть, приложения измеряются изумительно. То есть, опять же таки, ну, можно просто посмотреть по всем соседним рынкам. Ну, в Белоруссии приложений нет. Ну, почему? Это ко мне вопрос. Нет, это вопрос к вам. Это же вы, медиа, друзья. Спасибо большое. Мы-то медиа. Михаил, вот у меня еще зрел вопрос. Вы затронули такую интересную тему производителей и агрегаторов. Да, и те, и те есть в том сплите, который вы выбрали. А есть ли какие-то данные или хотя бы ваше мнение, как эксперты, какие здесь тренды, где белорусы все больше и больше читают новости? Все-таки у производителей или у агрегаторов? Знаете, этот вопрос, опять же, из тех, которых вот как Юля, надо было прислать набор вопросов. Понимаете, я оперирую цифрами, а не ощущениями. Соответственно, мне нужно было, вот я не очень доволен о том, что мне пришлось сказать про долю мобильного трафика. Так, где-то, где-то. Потому что у меня нужно построить эти цифры, посмотреть, проанализировать. Соответственно, и ваш вопрос, он очень хороший, но я не могу на него дать ответа. То есть, условно говоря, опять же, у новостного раздела Тутбайо аудитория не падает. Она не падает. И, ну, они и производят новости, они не просто агрегаторы. То есть, мейловая, ну да, там есть какие-то колебания, но, тем не менее, у них какой-то свой набор источников и так далее. То есть, это очень хорошее, что Юля, что у вас, Николай, вопросы. А у меня еще есть, можно? Ну, давай, ну, если он опять с цифрами будет, я потом вам могу проанализировать и их прислать. А произошло ли за этот год перераспределение вот в этом твоем условном сплите, тех, кого ты определяешь сплит? То есть, произошли ли там изменения? Или это те же игроки, которые были в прошлом году? Ну, в смысле, условно говоря... Нет-нет-нет. Давайте-давайте-давайте-давайте. Катюша, усади, пожалуйста, нашего гостя, если можно. Хоть веселье сейчас хоть какое-то будет. Ты, конечно, меня поправил, что это не топа, это сплит. Ну, как хочешь, назови. Но смысл все равно, что это вот важные игроки этого рынка. От этого ты не отверстишься. Я не пытаюсь. Вот произошло ли в этом году хоть какое-то изменение? То есть, добавился ли кто-то в этот список важных игроков? Выпал ли кто-то? Можно даже без имен. В принципе, это вот что-то очень стабильное, что у нас есть в этом году, было в прошлом, было в позапрошлом. Либо происходит здесь движение? Ну, смотри, опять же-таки, надо смотреть, брать цифры, движение. Движение такого рода происходит, что да, ну вот, в этом году появился спутник. Появился спутник, да, у него есть аудитория. Да, она достаточно большая. Появились ли еще какие-нибудь большие игроки такого, ну вот, с подобного рода охватом? Пожалуй, нет. Да, можно говорить, опять же-таки, другая вещь, то, что, ну, я говорил в прошлый раз и вынужден повторить еще раз, о том, что я всегда старался, чтобы в исследовании были белорусские аудитории как российских новостных ресурсов, так и, предположим, украинских. То есть украинских с тем, как напряженность там все-таки уменьшилась, то, конечно, их белорусская аудитория, естественно, уменьшилась. Но она сохраняется, она достаточно большая. То есть, условно говоря, если сегодня UA, он в прошлом году имел там сопоставимую с Еврорадио аудиторию, то сейчас, но она меньше. Я задавала этот вопрос с тем, чтобы понять, есть ли вот сегодня вот в рамках вот этой большой инертности, о которой ты сам говорил, интернет-аудитории, есть ли у малых игроков, ну, то есть условно малых этого рынка, есть ли шанс в этот топ ворваться? Ну, И что для этого нужно, по-твоему? На мой взгляд, опять же-таки, смотрите, какую позитивную динамику показывает он. Они все-таки открещиваются, что они новостной ресурс, но позитивная динамика того же Ситидога. Того же Ситидога позитивная динамика. То есть, опять же-таки, городской ресурс. То есть, та история, которая еще с десяток лет казалась смешной, когда во всем мире говорили про важность локальных и гиперлокальных новостей, здесь существующие в это время люди, они смеялись над этим. Я это помню. Кстати, Ситидог начал делать новостную ленту уже больше года как. Раньше не делали, сейчас делают. Ну, смотрите, опять же-таки, аудитория, конечно, 90% у них минская аудитория. И это понятно. То есть, при том, что аудитория Минска, это всего лишь меньше 30% всей интернет-аудитории. Меньше 30%. Соответственно, ну, понятно, то есть, большинству остальной интернет-аудитории, это не совсем релевантная информация. Они много делают активности и оффлайновых, и онлайновые. И, ну, тут такая штука получается, что если это надо и необходимо, да, будет расти. Ну, то есть, если мы будем резюмировать, то, условно говоря, рецепт первой креативность, в данном случае Ситидог. Ну, первый рецепт – деньги. Рецепт второй – деньги можно переставлять местами, да. Пример – деньги, это в данном случае спутник, который, да, тоже ворвался в этот топ. И опять же-таки, с качественным контентом. То есть, он подается. Никто не спорит, конечно. То есть, там не на коленке он сделан. То есть, опять же-таки, если возвращаться к историческому, ну, то есть, пятилетке, то есть, еще в 2011 году можно было бы сделать охватное медиа редакцией в 3-4 человека. То есть, уже сейчас в Беларуси этого сделать невозможно. Ну, не в том смысле, что тремя-четырьмя. Тремя-четырьмя возможно, но это потребуется количество денег и на старте, и продвижение, и так далее. То есть, тремя-четырьмя можно, но просто путь будет очень долгий. Очень долгий. Он будет потом все равно обрастать людьми и деньгами. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я напоминаю, что мы… Онлайн, конечно, очень важная сфера, но мы можем не успеть просто все… Слушай, а я бы все-таки сейчас дала слово Марине, поскольку вот она сейчас присоединилась. У нас есть, да, главный редактор, лидер этого рынка. Может быть, Марина коротко бы все-таки нам рассказала, прежде чем мы перейдем на другие сектора, какие изменения за этот год произошли на ТУТе. Есть ли какие-то заметные изменения в поведении аудитории, в ее количестве и качестве? Что с комментариями? Вы изменили политику комментариев? Что происходит там? Ну и что происходит с редакцией? Так, думаю, что Марину мы достали вас плохо. Как сможете без подготовки? Ну, не знаю, что говорить без меня, поэтому мне сложно быть… Тем интереснее. Ну, я пару слов скажу об… Так, ну, сразу по форумам. За последний год у нас как раз ничего не поменялось. То есть у нас как форумы были на другой площадке уже последние два, три, два года. А так они на этой другой площадке и находятся. Вот, единственное, что мы стали чуть чаще, наверное, отключать вообще обсуждение статей, особенно в том случае, если речь идет о смерти людей. Вот, чуть чаще стали делать премодерацию. Ну и в целом, наверное, про форумы можно больше ничего не говорить. Мы стали больше использовать… Активно стали продвигать вайбер-чат. Не могу сказать, что сейчас это приносит какие-то там бешеное количество переходов, но за неделю порядка 35-40 тысяч переходов мы имеем. Ну, для сравнения, там, Facebook, Twitter порядка 130-170 или больше. Ну, а ВКонтакте, понятно, раза в три больше, чем Facebook или Twitter. Вот. По поведению аудитории. Поведение аудитории. Ну, опять-таки, не могу сказать, что это открытие последнего года. То есть, во-первых, люди все меньше заходят именно на титульную страницу портала, что понятно, и поскольку каждый начинает свой день с френд-ленты в любой соцсетей, поэтому вывод отсюда какой напрашивается. Естественно, надо двигать именно конечную страницу, там, страницу новости или страницу материала, чтобы именно эта страница была точкой входа на ресурс, и именно оттуда бы человек дальше переходил уже на другие страницы. Тоже какие-то движения в этом направлении мы делаем. Ну, и понятно, что человек не может потреблять такой безумный объем информации, ему надо преподносить эту информацию на доступном уровне. Отсюда у нас объяснялки, отсюда у нас карточки, отсюда у нас слайд-шоу, которые часто существуют не только и не столько, например, как на портале, как, например, в соцсети, то есть если у нас выходит какой-то длинный сложный материал, какая-то социальная история, то мы можем из нее сделать слайд-шоу, которое там спустя какое-то время запустим на Фейсбуке, и эта история наберет еще 10 тысяч просмотров. То есть, ну, понятно, что вот на поведение аудитории, конечно, отражается на производстве контента. Ну, вот такие, наверное, тенденции основные. Используете, начали ли вы использовать инстант-артиклы, то есть вот эти встроенные статьи, не собираетесь? Ну, скажем, пока недостаточно, пока еще не убедились в том, что это надо делать. Все, спасибо, да. Спасибо, но, мне кажется, мы немножко так монополизировали право на вопрос, и я напоминаю, что мы тут демократическим почти путем установили по секторам сегодня пройтись, и, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы к нашим докладчикам, и не только по онлайну вопросов, видимо, нету. Все очень подробно было рассказано. Спасибо большое. Мы переходим к следующему сектору. Это у нас по плану газеты. Это такой сектор, который очень четко разделен на государственные и негосударственные. Мы звали представителей государственных медиа. К сожалению, к большому нашему сожалению, действительно, они не смогли прийти. Поэтому я передаю слово для такого обзора того, что происходило на газетном рынке Александру Юлии Слуцкой и Александру Летенку, пожалуйста. Ну, это очень трудно назвать обзором, если честно. По одной простой причине. Вы, наверное, все знаете, что в этом секторе у нас давным-давно не происходило никаких измерений. Ну, по крайней мере, публичных измерений, которые были бы доступны. Да, увы. Поэтому мы здесь можем скорее говорить только о том, насколько общие тенденции сектора отражаются в Беларуси. Поэтому вот не пришли к нам представители, не сумели добраться региональных редакций. Мы просто поговорили с ними, чтобы срисовать ситуацию. И в данном случае ее транслируем. Значит, одна из ведущих региональных газет, Барановичский Интэкспресс, я думаю, никто здесь, да, со мной люди согласятся. Так вот, они на самом деле сумели сохранить свой тираж вопреки общим трендам. У них не произошло падение этого тиража, но в то же время произошло падение рынка рекламы. В среднем от 25 до 30 процентов это падение произошло. Одновременно они, естественно, очень сильно усиленно развивали интернет-версию. Следовательно, часть средств шло на развитие интернет-версии. Поэтому на выходе, конечно, как вы понимаете, экономическая ситуация очень тяжелая. Интернет-версия пока практически никак не монетизируется. Тиражи, несмотря на то, что они сохраняются за счет того, что уменьшилась реклама, вот они тоже имеют с этого меньше средств. Поэтому, в общем-то, экономическое положение тяжелое. Ну, я тоже не буду ручаться за полную достоверную картину того, что происходит в секторе газетном. Просто с ребятами, которые работают в наших регионах, у меня давние хорошие отношения. Я много раз бывал практически во всех редакциях. И вот вынес следующее ощущение. Ну, перед ощущениями немножко, на каком свете они находятся, наши газеты, с точки зрения тиражей. Тиражная политика падает, растут. Ясно, что надеяться на рост не приходится. Вообще, года два назад, вот благодаря Юлии Слуцкой, мы были в замечательном городе Варшаве, встречались с крупными ведущими медиаэкспертами европейскими. И я услышал для себя удивительную такую штуку, о том, что существует карта смерти прессы, печатных изданий. И, конечно же, меня заинтересовало, когда мы справим панихиду по белорусской прессе. Ожидать долго по их логике, по их представлениям не приходилось. Процесс необратимый должен был начаться в 2015 году. И где-то в нынешнем году, с которым мы проезжаемся, наверное, должен был быть виден крах, конец, финиш, финита. 2015 год, ну, выборы, определенная логика была, и что после выборов интерес упадет. Сейчас, когда по прогнозам мы должны были бы понять четко, что все, конец бумажным изданием, все перешло в цифру, все перешло в онлайн, но не тут то было. По большому счету, вот Юля сказала о том, что Интэкспресс остался на прежнем уровне. У других, ну, он действительно на сегодняшний день несомненный лидер. У других ситуация похуже. Похуже, например, вот до года, только года два назад поменялся лидер, а так, то, в общем-то, впереди по тиражу, да и, собственно говоря, по творческому потенциалу был Вечерний Брест. Ну, к Вечернему Бресту отношение такое разное. Одни считают, что это про государственное, второе, не государственное. Но, как бы там ни было, Вечерний Брест, вот на сегодняшний день у него тираж 10 тысяч. А был когда-то, три года еще назад, порядка 17 тысяч. Город Брест и вообще Брестский регион, он уникальный с точки зрения присутствия печатных изданий. В Бресте три газеты. Вечерний Брест, 10 тысяч, и плюс Брестский курьер и Брестская газета. У этих двоих получается 4,5 тысячи в Брестской газете и 3 тысячи в Брестском курьере. А три года назад это где-то было 7-8 тысяч. Порядка 7-8 тысяч. Вот такая тенденция. Остальные, собственно говоря, газеты в таком же вот находятся на уровне 4 тысяч. Это уже считается по региональным меркам хороший, приличный тираж. Ну, и ниже, и ниже. Какие, в общем-то, что любопытного и означает ли это, что ребята там на местах сдаются и не борются за существование, не борются за читателя. Это вовсе не так. Любопытно, хочу вообще, если сопоставлять региональные редакции, ну и вот 4 газеты. Газеты, 4 газеты я почему беру? Я не беру сюда комсомольскую правду, газеты-спутники, что называется, российских изданий ведущих, а просто белорусские издания. Так вот, в сравнении с национальными, общенациональными газетами, региональная пресса, она живет интереснее, веселее. Она как-то так стремится не в потоке времени, куда несет меня течение, куда вынесет, туда и вынесет. Они пытаются, в общем-то, конструировать свою логистику, работая с читателем. И делают это очень зачастую, очень умело, очень интересно. Вот тот же Интэкспресс, который сегодня случится, Юля рассказала там об их удачных экспериментах с попыткой создать любопытный сайт. А я заметил в Интэкспрессе другое. У них очень, мне очень нравится, они, это по большому счету, лидер в нашей белорусской печатной прессе. Лидер, ну как точнее выразиться, лидер в поиске лучших практик на постсоветском пространстве газетных и их внедрение в себя. Вот они очень здорово работают, и последние, собственно, полтора года газетой руководит то не Янукевич, а фактически она имеет внешнее управление. Это такой любопытный очень эксперимент. Он вбирает в себя все лучшее, что происходит в Питере. Теперь вот ребята ездили на Алтай, в российской глубинке есть много успешных проектов, медиапроектов, газетных, рассчитанных на бизнес, на то, чтобы работать не дотационно, а приносить прибыль. У них это очень, и вот в этом смысле лучшее и самое любопытное белорусское газетное издание это Интэкспресс. Своя дорога в региональные газеты. Я долгое время региональную газету все время говорил Манцевичу, слушай, тебе надо поменять название. Ну какую черт региональная газета, ну такая белорусская срамливость. Если по большому счету там столько много креатива заложено, и ребята дышат такой творческой энергией, что ее впору называют национальной газетой. Тем более, что это молодежная газета, она охватывает целый куст вокруг себя, свой географический куст захватывает. И там в последнее время они очень здорово начали работать с рекламой. Продумали совершенно любопытный алгоритм поиска тех, кто способен дать рекламу, кто способен дать рекламы много, и кто способен дать рекламу за большие деньги. Это целое искусство. Они сами опять-таки прошерстили интересный опыт наших соседей и выработали свой собственный алгоритм. Дело дошло до того, что абсолютно безусловный лидер по части привлечения рекламы в печатную версию – это вечерний Брест. Так вечерний Брест на сегодняшний день признает свое в этом смысле новых подходов, поиск новых вариантов в изменившихся условиях. И они, что мне опять же очень нравится, они переговорили с Манцевичем, и Манцевич отправляет их двух своих девочек, золотых своих девочек, отправляет в Брест, чтобы вечерний Брест воспользовался их технологиями. И чтобы иметь опять же представление соотношения, насколько этот рекламный хлеб легко ли, тяжело ли дается, вот три газеты в вечернем Бресте, из них 90% рекламы пожирает, забирает, привлекает к себе вечерний Брест, и только 10% приходится на две остальные газеты. Кстати, интересные газеты, я бы по части интереса выделил бы «Брестский курьер», и там ключевая роль – редактор. Роль редактора нигде никто никогда не отменял, и это тоже, кстати, одна из тенденций. Если интересный редактор, то интересно, то и получается. Вот Александр в последнее время очень здорово оживился, сам человек творческий, поэт, но это тот поэт, который может работать и с прозой, и более того, даже с прозой, переложенной на язык журналистики. Любопытная тоже вот такая, чуть-чуть отвлекусь. И третье вот направление, любопытное третье направление – это вот малоизвестная газета для многих, «Слудская газета», «Слудская инфо». И в ней очень интересно, «Слудская инфо», что по большому счету они на сегодняшний день очень удачно, на мой взгляд, это самая интересная комбинация, самая творческая редакция с точки зрения комбинирования взаимодополнения, взаимосочетания сайта газеты и самой газеты. Очень здорово и интересно ребята работают, и очень удачно. Что касается национальной прессы, здесь ситуация такая, с точки зрения тиражей, а между, как это ни удивительно, но на национальном уровне тиражи практически остались теми, какие и были. Ну, «Свободные новости» на первом месте, у них был тираж 29,7 тысячи, в конце года 29,2 тысячи тираж. В «Народной воле» то же самое – 25 тысяч. Ну, у остальных там поскромнее, но вот любопытно, что национальные издания, на мой взгляд, газеты, они застыли в каком-то давнем-давнем, в начале века 21-го. Если не в конце, самое любопытное, они задавали тон национальное издание в «Назаре», там, в 90-х годах, а потом началась постепенная сдача, и вот кто уж плывет по течению и куда их вынесет, так это вот, что те же самые «Свободные новости», что «Народная воля». Вот когда я говорил о том, о роли творческой личности Александров, ну, не все, в общем-то, однозначно. Вот ушла Калинкина из «Народной воли», а ни черта, то, собственно говоря, не поменялось. Как тираж не упал, небо не обрушилось, дела там с точки зрения экономической, как я понимаю, эту жизнь Иосифа Павловича, конечно, виднее, но мне так кажется, что дела там не блестяще обстоят с точки зрения экономической, но газеты выходят, тиражи, в общем-то, присутствуют, а рекламы нет. Рекламы нет, это тоже такая штука, такая тенденция. Национальные газеты, несмотря на тираж, не привлекают рекламу. Региональные тиражи небольшие, но реклама есть, это очень солидное подспорье для развития и существования газет. Александр, спасибо большое за такой, действительно, грунтованный огляд. Я очень кратко попробую добавить, что я вспомнила, пока слушала Сашу. Мне кажется, еще, давайте не забудем, что в этом году произошел переход нашей Нивы с еженедельного формата на ежемесячный, если мы уже отмечаем тренды этого года. И есть еще очень любопытный тренд, который вот чуть-чуть отметил Саша, но который, мне кажется, очень замечательный. Происходит какой-то очень свободный обмен опытом. То есть наши медиа не закрываются, а они очень открыто обмениваются лучшими практиками друг с другом. Тот же Ситидок сегодня упомянутый, очень много работая с региональными медиа. Я недавно встречалась с ассоциацией региональных издателей, и они совершенно серьезно ищут возможности для создания каких-то общих сервисов. То есть они понимают, что медиа находится в кризисе, они понимают, что рынок в кризисе, и они думают, как им удешевить свое производство. И они, я надеюсь, что в следующем году, когда мы будем подводить итоги года, что мы сможем сказать, что что-то у них получилось и что-то состоялось. Они не конкуренты, они думают о создании общих сервисов в тех зонах, где они не конкурируют. Но, что интересно, центральные медиа точно так же думают в эту сторону. Думают в сторону создания каких-то общих сервисов. Это, мне тоже, кажется, важные тренды, которые стоит отметить. Спасибо большое. Ну, у меня вопрос к Александру. По большому счету, все практически ваши примеры, они связаны с Западной Белоруссией, если смотреть географически. Это так случайно получилось, или на Востоке действительно меньше всего происходит? Исторически сложилось, в общем-то, что вся выжившая независимая региональная пресса, она сконцентрирована на Западе, в Гомельской области ни одного издания, в Могилевской области, такая вообще полуподпольная, я до сих пор не понимаю, как их там не додушили, Узгорок. Ну, оно как-то так все равно с большим скрипом выходит. Ну, в Витебской области вольная, глубокая, зарегистрированная, все нормальное, давнее. Ну, абсолютно небольшой тираж, за счет энтузиаста, редактора. Ребята молодцы, в общем-то, со всех сил упираются, здорово живут, все. Тут все, дело не в нежелании работать, дело в том, что пустые. Все провалилось когда-то. И еще, да. Если говорить Запад-Восток, то надо отметить, что там, где нет печатной прессы, на Востоке все равно возникают сайты местные, городские, локальные, и это тоже такое довольно новое явление. Во многом они начинают как агрегаторы, но как показывает жизнь, эти агрегаторы постепенно начинают производить собственную информацию, и мы уже можем видеть, что это происходит. Например, сильная новость, даже Гомельские. Да, вот Павлюк очень правильно говорит про Гомель-Тодей, то, что я говорил про локальное, и я хотел как раз подкрепить, что все упомянутые газеты, что Интэкспресс, что инфокурьеры Слуцка, они весьма неплохо работают и в интернете, тот же Интэкспресс, вот я сейчас посмотрел в динамике за 10 месяцев этого года, то есть они имеют порядка 4-5% аудитории Брестской области, это порядка 70% их всей аудитории, что понятно, что это они для региона, для кого и для чего, то есть всяческих только успехов. И опять же, если говорить про, как ты верно заметил, Юлия, про то, что объединение, например, прошло такое событие, которое больше заметил, например, на маркетинг-байе, чем в медийной каких-то сферах. Много лет я говорил про эффект длинного хвоста, про то, что если агрегировать новостные источники с небольшими охватами, буквально там 10-е доли процента и проценты, то можно получить общий охват более чем значительный. И я достаточно рад, что это, ну, не благодаря мне, а скорее сторонним, но тем не менее, тот же вот Эдмиксер, который стал наследником, в частности, Медиакода, он по украинскому пути сумел агрегировать все свои площадки, и там в результате 50 площадок имеют охват, они имеют четвертую позицию в национальном рейтинге, ну, из-за любви к рейтингам и так далее. То есть это важно и для новостных ресурсов, особенно то, что вы говорили, региональных, газетных, то есть они могут иметь достаточно большую и заметную агрегированную аудиторию, не конкурирующую друг к другу. Спасибо. Ну, вот хотелось бы немножко продолжить начатую Михаилом традицию прогнозов. Вот, собственно, Александр, наверное, вам снова микрофон, или, может быть, кто-нибудь еще захочет ответить. Какой все-таки путь, вот учитывая вашу реплику про карту смерти прессы, путь у региональных и путь у республиканских газет? Это полный переход в онлайн? Это что-то еще? Я думаю, что они, ребята работают, они все прекрасно понимают, что им в ближайшее время не удастся монетизировать сайтовые версии. Самый яркий, ну, один из ярких примеров, причем многие делают попытки, попытки серьезные, вкладываются большие деньги, например, «Вечерний Брест». Очень много денег, брались специалисты, приезжали из Минска, вложили много денег, вложили много энергии, и результата нет. Поэтому, ну, одновременно все чувствуют, что время такое, время подталкивает, одновременно все ездят к полякам, литовцам, датчанам, шведам, и видят все то же самое, что развиваются обе версии. И, в общем-то, по большому счету, как-то энтузиазма нет, но время толкает вперед. То есть я тут дополню, что все происходит как во всем мире. Монетизация все еще происходит за счет принта, потому что газеты все еще продаются или подписываются, и реклама все еще там есть. Но аудитория перетекает в интернет, и, естественно, медиа идут в интернет за своей аудиторией. Это такие... Мне кажется, что у нас этот процесс умирания принта будет идти все-таки медленнее, и особенно это будет касаться региональных газет. Это мой прогноз. Не знаю, согласится ли Павлюк. Ну, я не хочу предрекать чью-то смерть, но в этом году случилось важное событие. Особенно оригинальные издания существуют за счет классифайта, приема объявлений. В этом году Белтелеком прекратил предоставлять услугу сбора рекламы по номеру 069, или какой-то там номер был. Это один из симптомов того, что такого рода сервисы перестают работать. Действительно, обсуждение регионалами, создание общего классифайта, ну, на самом деле, это предлагалось им в 2010-2011 году, но тогда это казалось ненужным. Сейчас уже, мне кажется, поздно войти в последний вагон, может быть, успеют, но, в принципе, это не факт. Но искать способы монетизации контента можно и нужно, и такие проекты, как CityDoc, я уже не говорю про Тутбай, показывают, что над этим можно работать и нужно работать. В регионах тоже это происходит, и не зря сейчас стали говорить про нативную рекламу. Новые вещи, которые нам подбрасывает Facebook, тот же самый Instant Article, да, там сейчас не очень интересно с точки зрения белорусского издания работать, потому что реклама предусматривается, но ее практически не существует для Instant Article в Беларуси, но это когда-то будет. Я был на конференции в Москве, где ведущие издания говорили, что мы будем выжидать до последнего, потому что на сайте мы еще понимаем, как зарабатывать. Instant Article и вариант, который предлагает Google, то же самое вот это АМП, ускоренные статьи Google, это еще дает мало денег, но, в принципе, это то, что у нас будет, ну, завтра-послезавтра, и к этому надо готовиться. Нужно еще отметить такую вещь, что, конечно, наша Нива экономит деньги на том, что теперь меньше тратит бумаги, с другой стороны, она сейчас полностью меняет таким образом концепцию своего выхода, и, возможно, это один из тех экспериментов, которые покажут другим, можно ли существовать в таком, таким способом, когда бумажное издание скорее для Министерства информации и для очень лояльных читателей, чем для бизнеса. Вот. Ну и уже говорилось про состояние рынка. Рекламный рынок не только у оригиналов падает, он точно так же упал и у остальных изданий, а расходы на печать и распространение не упали. Вот. Появление новых игроков на рынке, которые предложили хорошие зарплаты и перетащили часть хороших кадров к себе, произошло только с одной стороны, со стороны России. У нас будет сейчас еще интересная тема, посвященная Белсату, поэтому сбегать вперед не буду. Важный момент, что телевидение остается источником номер один, хотя последний опрос такой социологически проводился в прошлом году, но очевидно, что ситуация не изменилась. Из важных вещей Игорь Бузовский отметил, что белорусские СМИ на 65% состоят из российского контента. Мне кажется, это тоже то, что нужно отметить, что белорусские власти в этом году озаботились и посчитали российский контент в СМИ, особенно в тех, которые издают они сами. Может, после нашего прошлого медиатока мы озвучили эту же цифру. Может быть, еще, поскольку мы говорим про тенденциям, все, заканчиваю, Коля, вижу. Мы здесь не упомянули очень важные тренды, поэтому я просто пройдусь голопом по ним. На нас огромное влияние оказывает то, что по-прежнему медиа является в Беларуси непривлекательным активом для бизнеса. Все еще, хотя есть первые такие какие-то очень-очень маленькие проблески, что так потенциально, если дальше все будет хорошо и спокойно, может быть, эта ситуация постепенно начнет меняться, но пока внутреннего инвестора, по сути, как не было, так и нет. И, как вы понимаете, внешнего инвестора тоже. И это тоже то, что очень-очень сильно влияет на нас. Ну и, мне кажется, очень важный фактор, который надо не забывать. Мы здесь тоже его не отметили. Это, в принципе, очень-очень маленькие размеры рынка в целом. В итоге, по сути, вот сегодня у нас, если мы говорим об онлайн-медиах, медиа у нас одно медиа, одна схема монетизации. И все. И вот она съедается. Грубо говоря, тут бай, он забирает, монетизируется за счет баннерной рекламы, сетидок за счет нативки, онлайнер приводит аудиторию на магазины, про бизнес за счет оффлайн-мероприятий. Появились имена. Кстати, вот еще одно, наверное, событие этого года, которое мы должны были отметить. Появилось первое издание, которое собрало деньги через крауфандинговую компанию. Посмотрим, что будет дальше. Но, тем не менее, это тоже тренд этого года. Но я про то, что рынок такой маленький, что вот практически одно схема монетизации сегодня. Я понимаю, что я утрирую ситуацию, я ее сознательно утрирую. Не согласитесь со мной, те, кто с ней согласен, я буду рада. Мне кажется, мы немножко смешали тут сейчас разные сектора. Вдобавок я хотел бы еще отметить, что во время подготовки к этому медиатоку мне вот Елена Анкуда подсказала, к сожалению, сейчас здесь нету. Один очень важный, мне кажется, тренд, который как раз капитала касается, то, о чем вы говорили. Дело в том, что в этом году произошло знаковое событие смена собственника Белгазеты. Фактически. То есть у нас уже два последних года, раз в год у какого-то крупного издания печатный третий сменяется собственник. Это были белорусы рынок в прошлом году и в этом году Белгазеты. Я не знаю, может быть, кто-то есть здесь, кто в курсе ситуации смог бы нам вкратце очертить. Ну, по факту это все равно все еще имеет очень мало отношения к бизнесу, поэтому... Ну, хотя бы зачатки происходят. Спасибо большое. Может быть, у кого-то есть вопросы дополнения по газетному рынку, чтобы мы уже подводили к концу эту секцию? Все, видимо, полно осветили достаточно. Может быть, буквально одно слово. В этом году мы увидели, как работают реестр распространителей печатных изданий. Это начало реально работать, и это частично ухудшило условия распространителей в регионах. В Минске это не особо заметно. В регионах, поскольку магазин вынужден был подавать себя в какие-то дополнительные списки, и не было понятно, это хорошо или плохо, лояльно, нелояльно, то некоторые региональные издания жаловались, что это уменьшило точки распространения. Это важный момент. Ну и еще мы... Нет, это уже другие. Это про Тор и прочее, наверное, сейчас не стоит. Спасибо большое. Мы переходим дальше. Мы немножко отвлечемся от секторов медиа на время и поговорим об общих трендах, об инфраструктуре, в которой все наши медиа существуют. И мы попросили Олега Геева из Белорусской ассоциации журналистов сделать небольшой обзор законодательных инициатив и правоприменительные практики в сфере СМИ в 2016 году. Что, Олег, было нового, что примечательного, на ваш взгляд? Спасибо большое за приглашение. Я впервые на это мероприятие получаю удовольствие от атмосферы, которая здесь царит. И действительно просьба заключалась ко мне проанализировать те новеллы в законодательстве, которые повлияли на функционирование медиа в Белоруссии и попробовать дать какую-то оценку за год правоприменительные практики, как ее наши государственные органы применяют. По первому вопросу, наверное, я сразу хочу сказать, что существенных изменений, по моей оценке, правового регулирования не произошло. И возможно только анализировать те изменения, которые вступили в силу в прошлом году, и в этом году их можно было наблюдать на практике. И, собственно, кажется, наиболее интересный вопрос, это вопрос правоприменения законодательства в отношении журналистов. Я, наверное, на нем остановлюсь более подробно. И в качестве таких изменений, конечно же, в качестве индикаторов мы оцениваем в ходе мониторинга по нескольким показателям, и один из них – это задержание журналистов за выполнение ими своих служебных обязанностей. В этом году на сегодняшний день было зарегистрировано 13 задержаний. Для сравнения, в 2015 году таких задержаний было 19, а в 2014 таких задержаний было 29. То есть в течение трех лет можно отмечать тенденцию к снижению количества задержаний. Можно, конечно, анализировать, по каким причинам это произошло, какие стейкхолдеры наиболее повлияли на изменение этой ситуации. Но цифры, говорят, достаточно красноречиво. Здесь, конечно же, влияет и общая ситуация с соблюдениями других прав и большей категории людей в стране. Но по количеству задержаний заметна тенденция, по крайней мере, за три года к снижению этого количества. Достаточно интересно развивалась ситуация по практике применения статьи 22.9 Кодекса административных правонарушений это незаконное изготовление и распространение продукции средств массовой информации. Если немного уйти, так скажем, в историю применения этой статьи, надо отметить, что первое дело было рассмотрено по этой статье, которое мы зафиксировали, это было в апреле 2014 года и в течение 2014 и 2015 годов эта статья применялась достаточно часто. В общей сложности было зафиксировано в целом примерно с 4 апреля по август 2015 было отмечено 38 раз привлекали журналисты к ответственности по этой статье и тоже достаточно много стейкхолдеров участвовало в том, чтобы изменить ситуацию с привлечением за незаконное распространение СМИ, потому что фактически привлекали журналисты, сотрудничающие с иностранными СМИ. И вот ряд произошел событий, в том числе и интервью у президента, в результате чего эта статья не применялась примерно полгода, однако с начала 2016 года отметился, и причем, что характерно, она применялась практически во всех регионах, исключением только Минска. Все области были замечены в том, что, ну, с моей точки зрения, абсолютно незаконно привлекали журналистов к ответственности по этой статье. И в 2016 году, буквально с Нового года, начались в Гомельском регионе локально в отношении двух журналистов привлечение их к ответственности по этой статье, и в общей сложности они были привлечены в 2016 году 10 раз. Это два журналиста Лариса Щерякова и Костой Жуковский, которые практически за каждый материал, вышедший на Белсате, в котором они принимали участие, они автоматически получали штраф за это. Общая сумма штрафов составила, если посмотреть за эти два с половиной года, порядка 15 тысяч евро. Чуть-чуть меньше, но очень большая штрафа, если добавить, что практически все, ну не все, но очень многие постановления по этим делам обжаловались, то сюда еще одну сумму надо плюсовать протусальных расходов, связанных с оплатой госпошлины за каждую поданную жалобу. И, к счастью, вот с апреля 2016 года таких дел нами не фиксировалось по стране. Кажется тоже, что эту практику удалось изменить, и абсолютно было незаконное привлечение журналистов к ответственности по этим статьям. Что касается изменений, которые произошли, достаточно сложной и стабильно такой плохой остается ситуация с распространением печатных изданий, о которых здесь говорили, до настоящего времени необходимо констатировать, что правовые действия в защиту не дали никакого положительного результата, целый ряд других действий предпринимается, но до сих пор Белсоюзпечать и Белпочта отказывают в заключении договоров на распространение пяти печатным изданием. Газета Слонимская, Интэкспресс, Свободные новости плюс, Новый час и Борисовские новины. Эти издания стабильно раз в полгода подаются в эти обе государственные институции, так их, наверное, можно назвать, унитарные предприятия, и стабильно получают отказы в распространении, причем мотивация достаточно такая, с моей точки зрения, неправильная, они мотивируют отказ на включение в каталоге и в сеть распространения Белсоюзпечати свободой договора. Хотя, с нашей точки зрения, это государственное унитарное предприятие, которое не до конца должны руководствоваться свободой заключения договора, если они учреждены государством, то их основная цель – это создавать равные условия для функционирования государственных и негосударственных средств массовой информации. Вот, поэтому, как я, чтобы подытожить, существенных изменений в правовом поле не произошло, оно остается по некоторым моментам достаточно сложным для полной реализации свободы выражения мнения, функционирования журналистов, функционирования средств массовой информации, а вот практика применения этого закона имеет некоторые тенденции к уменьшению прямых репрессий в отношении журналистов, но вместе с тем есть позиции, по которым сохраняются отрицательные тенденции в правовом регулировании деятельности СМИ. Спасибо большое, Олег. Это важный обзор, важный для понимания, вообще в каком поле у нас СМИ функционирует. Есть ли вопросы по законодательной части? Вопросы, реплики, комментарии, дополнения, все что угодно. Как мы сегодня ровно очень идем. Переходим тогда к следующей части. Действительно много чего обсуждать, я боюсь, что мы просто выбьемся за пределы тенденового времени. А если мы затронули... Это, извините, мы обсудили, но в принципе обсуждать пока нечего, потому что это закон, но практику применения, которая была, мы все знаем, больше ничего по-моему не было. Это появилось шум. Анонимайзеров. Было постановление прошлогоднее, которое мы обсуждали, будет действовать, не будет действовать. В этом году оно начало действовать. Мы увидели реальное проявление блокировки ТОРа. То есть это можно описывать технически по-разному, что произошло и как это произошло, но в принципе действительно пользователи столкнулись, и ТОР зафиксировал падение трафика из Беларуси, прямо в обращение к... То есть мы видим, что государство приспосабливается к новым условиям, и была поставлена цель ограничить доступ к ресурсам, которые государство считает нежелательным, и вот сейчас создается такой механизм, и он уже показан, что он работает. То есть это не значит, что для всех все будет заблокировано, но это значит, что для массовой аудитории, которая не разбирается в технических деталях, действительно механизм этот будет работать. Да, и я с твоей стороны, наверное, тоже предположу, что в начале года, наверное, стоит внимательно посмотреть на то, как Министерство информации обнародует результаты своей деятельности за год, потому что они в онлайн-режиме не выкладывают данных о том, сколько раз они блокировали какие ресурсы, и кому выносили предупреждение. Это мне позволяет предполагать, потому что есть межведомственный план, который утвержден Совмином, где есть по выполнению рекомендаций универсального периодического обзора, где Министерство информации в ближайшие три года была, так скажем, поставлена задача этому ведомству по ведению мониторинга нарушения законодательства средств и массовой информации. И я думаю, что у нас такие данные, они будут периодически обнародовать, и, наверное, в начале следующего года будет возможность это посмотреть. И, в принципе, я думаю, что законодательную часть мы на этом закончили. Ну, коль скоро мы заговорили о законодательной части, не можем не затронуть и этическую. И о тенденциях в этой связи я прошу поговорить с представителями медиакритики Янину Мельникову. Пожалуйста, Янина. Здравствуйте, коллеги. Спасибо за приглашение. Очень приятно здесь быть. У меня есть для вас несколько новостей, хороших и плохих. Хорошие новости заключаются в том, что этот год, он связан с появлением, не появлением жанра, но появлением, таким серьезным появлением в медийном пространстве, в медиа Беларуси, такого жанра, как человеческие истории. На самом деле они были всегда, и это понятно, но то, о чем, может быть, медиакритика говорила, когда в самом начале своего существования, вот оно очень сильно и ярко проявилось именно в этом году, когда человеческие истории, когда какие-то привязки к конкретным людям стали просто, ну, таким, выкрестливаясь заявлялись, да, и стали просто таким трендом. И это я сейчас не говорю только про имена, но я говорю и про те медиа, которые мы постоянно мониторим, и региональные, и какие-то национальные медиа, потому что люди в медиа вернулись, люди в медиа, через призму людей стали рассказываться какие-то конкретные проблемы и искаться пути решения, люди стали говорить не только о проблемах, но и о преодолении, и люди стали, то есть люди зазвучали, и это очень важная история, потому что, на взгляд медиакритики, потому что, ну, она стала гораздо ближе, медиа стали гораздо ближе к, собственно, к своей аудитории. Естественно, что когда люди в медиа зазвучали, не обошлось без перекосов, и это касается именно этических стандартов, потому что очень часто медиа давали слово своим героям, и эти герои нередко говорили действительно все, что они хотели, и порой они использовали то, что мы называем, и то, о чем мы говорили последний год, языком вражды. Разделение на «мы» и «они» в медиа, чаще всего из уст героев, не журналистов, оно этот год очень сильно звучало, прежде всего, в политическом аспекте, и тут, конечно, на нас очень серьезно повлиял конфликт Украина-Россия, потому что все, что происходило там, тем или иным образом, из-за того, что у нас довольно сильный, большой процент, в том числе российского контента, плюс довольно сильно политизированная медиа, общенациональная и независимая, оно, безусловно, влияло на вот этот общий уровень использования языка вражды в медиа, и вот это разделение «мы – они», это разделение, эти прекрасные формулировки, которые нам всем теперь знакомы, ватники, укропы и так далее, и тому подобное, оно использовалось в белорусских медиа, и, к сожалению, в этом отношении медиа не смогли устоять от вот этого искушения, как бы гнуть, может быть, свою какую-то политическую линию, я бы так сказала. И наши мониторинги показывают, что действительно с точки зрения выполнения этических стандартов здесь, скажем, ситуация ухудшилась по сравнению с предыдущим годом, но, тем не менее, в моментах, простите, скажем так, использования нескольких источников информации, возможности достучаться до государственных органов власти, возможности получить альтернативные какие-то мнения, здесь медиа все-таки за последний год действительно продвинулись вперед и стали больше слова давать разным участникам конфликтов, и это мы тоже отмечаем в своих мониторингах, прежде всего я говорю про мониторинг телевизионный, который, к сожалению, очень редко читается полностью на сайте медиакритики, но, тем не менее, те выводы, которые мы, самые актуальные выводы, которые мы делаем, обычно мы выкристаллизовываем, мы показываем о том, что буквально все виды этических стандартов в требовании, предъявляемых к новостям, они нарушаются тем или иным способом практически всеми медиа, которые мы мониторим, как государственными, так и не государственными, и прежде всего это стандарт полноты информации, это стандарт вот именно этих соблюдения источников информации, и стандарт, скажем так, мы его называем признаки цензуры, это не всегда цензура, которая связана напрямую, потому что, когда мы разговариваем с журналистами, чаще всего журналисты говорят, что с цензурой практически не сталкиваются, но, тем не менее, признаки цензуры в тех медиа, которые мы мониторим, в вечерних новостях, на телеканалах существуют, и они прежде всего заключаются в том, что есть замолченные темы, и есть темы, которые появляются, как это говорят в народе, как пилип и сконопель, когда это на самом деле не новость совершенно, но, тем не менее, она появляется по какому-то заказу, и мы можем подозревать, что этот заказ государственных органов, коммерческих структур и так далее, и, ну, скажем, это либо проплаченные новости, либо оцензурированные новости. Спасибо большое за обзор. Снова мой вопрос к аудитории. Есть ли какие-то дополнения, вопросы, реплики? Скажите, Янина, а вот по всем из этих пунктов, которые вы обозначили, вот стандарт планты информации, соблюдение источников информации, цензура, наблюдается некий рост злоупотреблений или рост фиксируемых вами случаев в этом году? Спасибо за вопрос. На самом деле, достаточно интересная история. Если говорить о мониторинге вечерних новостей, которые мы делаем, да, у нас есть три телеканала. Это Беларусь-1, это ОНТ, и это Белсад. И вот рост злоупотреблений, к сожалению, может быть, сегодня не стоит про это говорить, потому что ситуация не самая лучшая, да, но тем не менее, мы отмечаем рост именно на Белсаде. А ОНТ и БТ-1, во всяком случае, в своих вечерних новостях, а подчеркиваю, да, мы мониторим только их одну неделю в месяц, за три года, которые мы мониторим, незначительно, но все-таки эти цифры снизились. Большое спасибо. Ну, если дополнений нету, или все-таки они возникнут по ходу? Просто вечерние новости нарушения. Можно микрофон, пожалуйста. В телеканалах начинались, ну или не начинались, одним из первых сюжетов было расследование в отношении Россельхознадзора. Вспомните еще там публикацию в Советской Беларуси «Кто такой Данкверт» со ссылкой на компроматру и какие-то там еще другие издания. Россельхознадзор фигурировал практически во всех вечерних выпусках новостей. И помимо того, что, ну, сюжеты были соответствующие свойства, вот там была еще такая любопытная тенденция, ноу-хау белорусских телеканалов, когда ведущий от себя допускал риторические вопросы в информационном выпуске, да, это не аналитическая программа, риторические вопросы и какие-то оценочные суждения. То есть вот это, причем выстрелили все вот по очереди, каждый там один день, там, унт, другой день, и в общем, это было очень любопытно. Нет, этот период не исследовался, но я могу сказать просто о том, что риторические вопросы и суждения от ведущих в эфире, в вечерних телевизионных новостях на канале Белсад, это практически стандарт, к сожалению. Поэтому цифры вот так и чуть-чуть отличаются, но тем не менее, вот мы говорили об этом с руководством, было у нас об этом беседы, как-то особых результатов мы вот в положительную сторону не увидели именно в вечерних новостях, но вот мы подчеркивали этот момент, что очень часто на наши выводы в итоге влияют именно то, что говорят и делают ведущие студии. А об освещении ситуации в Украине, вы считаете, что за последний год ситуация действительно ухудшилась в сравнении с тем, как она там развивалась в 2014-2015, вот сейчас она хуже, чем была до этого два года? Я не говорю об освещении ситуации в Украине, я говорю о том, что ситуация в Украине повлияла на использование языка вражды в каких-то политизированных материалов, связанных с политической, социальной сферой и так далее в белорусских медиа. То есть они могут быть напрямую не связаны именно только с Украиной, но тем не менее вот это разделение, это использование обвинений в русофобии или излишнем национализме и так далее, они за последний год реально в медиа разошли в разы. А тему использования информации социальных сетей, которая предназначена только для друзей, насколько вы пристальное внимание уделяете этой теме, насколько вы считаете проблемной или не считаете проблемной? Я думаю, мы уделяем этому внимание, это не тренд последнего года, это тренд последних нескольких лет, я бы так сказала. Да, безусловно, это очень важная история, вообще не только использование текстов и записей для друзей, но и в принципе использование какой-то информации, полученной из социальных медиа, без согласования с авторами, без проверки, естественно, да, и то, что вот появление вот этих вот новостей, основанных в принципе на какой-то информации, взятых из социальных медиа, типа кто-то сделал себе новую стрижку, конечно, все это говорит совсем не на пользу, скажем так, высокого уровня качества журналистики, да, это проблема, про которую мы не раз говорили, но на наш взгляд, если говорить о том, что нужно с этим делать и что можно с этим делать, то, конечно, прежде всего, ну, это должна быть какая-то четкая, строгая редакционная политика на этот счет и выработанная редакционная в первую очередь стандарт от того, как мы обходимся, потому что запретить вообще журналистам читать социальные медиа это довольно глупая история, и находить там какие-то новости и материалы, но тем не менее, как мы обходимся с той информацией, которая есть в социальных сетях, это очень важная история для решения в редакциях, на наш взгляд. То есть проблема, наверное, не в том, что на основе какой-то информации в соцсетях формируется новость, но в том, каков механизм и проверка. Именно, да. Большое спасибо. И так мы достаточно плавно и долго перешли к телевидению. О том, что происходило, какие интересные тренды были за весь год на телеканалах, я попрошу рассказать, сделать такой небольшой обзор телебродюсера и одного из крупнейших, наверное, независимых производителей аутсорсеров контента для ТВ. Нет, ну нет, конечно, не крупнейших, разумеется, и на обзор не претендует, потому что сейчас уже довольно посторонний взгляд на вещи, я скажу вещи, которые, наверное, все и так видели, понимают, уже прозвучавшие, что рекламный рынок упал, это, конечно же, в первую даже очередь коснулось телевидение, потому что телевидение самый большой потребитель рекламного рынка был, что телевидение, несмотря ни на что, на сегодняшний день имеет самое большое влияние на аудиторию, как бы кто себе не придумывал легенды про интернет, все равно влияние самое большое, охват самое большое, и в перспективе так оно и будет, несмотря на то, что тенденции, конечно, есть, но еще долго телевидение будет у нас рулить в этом смысле. Повторюсь еще раз, тут очень важный момент разделить, способ передачи сигнала и контент. Я говорю о способе передачи сигнала, да, в данном случае. И, соответственно, исходя из того, что упали рекламные доходы и несколько сократилось, ну, много сократилось бюджетирование каналов, то практически все сейчас отказались от больших масштабных телепроектов за прошлый год, таковых было немного, в принципе, масштабными оставались только связаны с идеологическими какими-то мероприятиями, например, с выборами, разумеется, это как бы само собой. Далее, совершенно точная тенденция, что телевизионщики и, между прочим, и, между прочим, ну, у нас, собственно, все телевидение фактически государственное, будем говорить так. Так вот, несмотря на общее обвинение, как правило, неповоротливости государственного телевидения, надо сказать, что довольно гибко стали относиться как раз к интернету, то есть, очень быстро реагировать на темы, которые возникают в интернете, становятся массово обсуждаемыми, они очень быстро стали появляться на телеканалах. То есть, в этом смысле редактура стала гораздо более эффективной. И я просто много раз принимал участие в разных, разного рода ток-шоу на каналах отечественных. А фактически, ну, как бы, утром в газете, вечером в куплете почти так получалось. На следующей неделе уже возникало ток-шоу, обсуждающие вещи или там события, которые вызвали интерес в интернет-аудитории. И надо сказать, тоже отметить, что гораздо более гибкие стали и ток-шоу, и ведущие, и гораздо более лояльных приглашений гостей. Очень много появилось людей, которые раньше считались вообще запретными для государственных каналов. Сейчас они фактически свободно посещают программы. Более того, опять же, я живой свидетель, никто никому не указывает, что говорить, никто никому не запрещает говорить все, что угодно на сегодняшний день. Ну, вы тоже, наверное, видели эту совершенно знаменитую, потрясающую фразу одного из, ну, ведущего ток-шоу форума, когда он совершенно четко и ясно сказал, нормальные люди должны относиться к белокрасно-белому флагу и к погоне, как к своей истории. Это же даже не обсуждается. Он сказал так, как будто это вообще никогда не обсуждалось. В общем, это показательный, на мой взгляд. И, соответственно, поскольку актуальные темы пересекают, то они обсуждаются в этом смысле. И телевидение при отсутствии большого бюджетирования тоже переходит на такие низкобюджетные телевизионные программы, в которых происходят обзоры новостей из интернета, обзоры роликов из Ютуба и так далее. Еще тенденция в том, что в этом году, наверное, в этой же связи появились, наверное, впервые появились программы так называемые спонсорские. Не знаю, видели ли вы или нет, но, скажем, в частности, там на канале Реалити-шоу, которое про бизнес, это проект, который, я не буду говорить достоверно, но полагаю, что в большую часть он финансируется не телеканалом. Да, в прошлом году, да, и в этом году еще. он финансируется уже фактически, производство финансируется коммерческими организациями. Далее, например, как пример, тоже, ну, тоже, магазины большие, есть шоу, которое запустило, запустилось финансированием большого, там, гипермаркета, путешествия группы без билета пошли по миру, оно тоже целиком, да, кроме трансляции на канале, целиком финансируется коммерческой организацией. И это, да, это тенденция, кстати говоря, к чести и хвала, ну, в данном случае не каналам, а скорее творческим сотрудникам, которые хотят работать и начали это делать сами, то есть активизировались в поисках возможного дополнительного финансирования. Мне кажется, эта тенденция продолжится, потому что, ну, кто хочет работать, тот будет искать возможность это делать, а сам, кто не хочет, тот будет ждать, когда ему кто-нибудь даст денег. Обычно так это происходит. Ну, в общем, вот и весь, с позволения сказать, обзор. Лично я предполагаю, что мы уже навсегда ушли от гигантомании в телевидении. Я очень надеюсь, что мы перестанем гоняться и пытаться конкурировать с большими, богатыми телеканалами мира. Я очень надеюсь, что мы будем становиться, мы, но я обобщаю, телевизионные, в данном случае даже не имеет значения форма собственности или там состав творческих сотрудников. Надеюсь, что мы будем становиться нормальным европейским провинциальным телевидением. В слое провинциальной я не вижу ничего плохого. Пусть у нас будет хорошее провинциальное телевидение. Владимир, а вот интересно, мы месяц назад обсуждали здесь проблему засили иностранного контента, в частности российского, на белорусских телеканалах. И пришли, в общем-то, наверное, все согласились с мнением, что зрители его больше трогают что-то эмоциональное, большое, на что, скорее всего, нужны деньги. Вот мой вопрос в связи. Отказ от масштабности, связанного с уменьшением денег, он как-то повлияет на аудиторию? Производство собственных масштабных продуктов. Покупать никто не перестанет. Мы это обсуждали в прошлый раз с точки зрения бизнес-модели. Покупать дешевле, чем производить. Причем в разы дешевле. Поэтому останутся большие программы. И то, что у нас будет преобладание, скажем, российского контента, это вопрос традиции языка. Потому что, скажем, иностранные программы нужно, ну, они немножко для другой аудитории, как правило, делаются. И они требуют адаптации, то есть, например, перевода. Если готовый, имеется в виду, покупается. А именно готовый дешев. Либо формат покупать. Но это тоже производство, собственно, это будет дорого. Я думаю, что это теперь будет большая редкость. И это будут очень точечные вещи. Канал будет напрягаться, концентрировать средства, чтобы бахнуть так, чтобы это было событием, на самом деле. А так уже давайте сделаем большое шоу. Ай, не пошло, и бог с ним. Вот этого уже точно не будет. А все-таки, если стремиться к диверсификации, которая у нас заявлена во всех смыслах на самом высоком уровне. Скажите, есть ли какой-то способ увеличения доли, вот не только нероссийских, скажем так, нероссийского иностранного телепродукта на белорусских телеканалах? Вот можем вспомнить, наверное, какие-то совместные проекты, там, БТ с Voice of America, по-моему. С Voice of America не помню, а совместного проекта такого. Не проекта, а у них там есть трансляция, там еще Александр Кругляков участвует. Ну, опять же, видите ли, тут вот это я не могу предсказывать, потому что все-таки это связано не с творчеством больше и даже не с бизнесом. Это все-таки связано там с социальным или политическим вектором страны. Такого рода предложений было много, совместных работ с другими странами и каналами они возможны, переговоры такие велись. Ну, даже когда я работал, это было уже там 10-15 лет назад, даже тогда такие переговоры были. И, в общем, весь мир откликается с удовольствием. Более того, это если, я очень коротко скажу, скажем, у Европейского Вечательного Союза есть такая форма работы, она, на мой взгляд, крайне эффективная. Когда делается продукт, скажем, вот 15 стран участвуют, каждая страна снимает один эпизод. Всего получается 15 эпизодов. Вы получаете все 15, каждая страна, затратив денег только на один. Это, на мой взгляд, эффективная работа и в этом смысле и на сегодняшний день такие проекты и предложения есть. Тут же вопрос уже вот в доброй воле раз, и во-вторых, вот сейчас финансовая ситуация будет заставлять придумывать какие-то креативные решения. Ну, а инициатива здесь в таком сотрудничестве от кого исходит? От белорусской стороны или нет? Ну, тогда это происходило, ну, это совместная инициатива, там, белгостная радиокомпания на члены Европейского Вечательного Союза. Просто одно время это сотрудничество было заброшено, там даже какой-то долг образовался по взносам. Потом этот долг был выплачен, сотрудничество восстановилось, и обмен информацией и предложениями происходил. Одно время очень активный был. Это как раз время, когда мы вступили в Евровидение. Вот это тогда было активное время сотрудничества с ЕВС. К сожалению, из всего массива обсуждавшихся проектов осталось самое Евровидение. Ну, вот мы сейчас про то, что предшествовало, да, все-таки хочется вернуться к текущему моменту. Может быть, вы знаете... Я сейчас, я же говорю, я не знаю ситуацию внутри уже сейчас на сегодняшний день. Я могу предполагать, что если это сейчас не происходит, ну, вот в следующем году уже, наверное, начнется. Уже начнутся какие-то поиски. И я думаю, что это хорошо, жизнь заставляет. Жизнь будет заставлять, что, ну да, бюджеты маленькие, надо с маленькими бюджетами все равно... Как не крутите, какой бы опять это ни был канал, первая и главная задача канала – это аудитория. Первая и главная. Не удовлетворение там своих творческих либо политических амбиций, что само по себе тоже, конечно, должно присутствовать. Но аудитория, потому что иначе, я повторюсь, наше любимое выражение – зачем вещать для бродячих собак? Ну, то есть, зачем вообще что-то делать, если вас смотрят соседи и мама? Мама говорит хорошо. Спасибо, Владимир, за этот обзор. Какие-то есть революции, комментарии? Да. Да, пожалуйста. Ну, единственное, что я хотел бы к тому, что было сказано, добавить про социальное явление, с которым мы столкнулись в этом году. И это показательный случай, когда телевидение использовало продукт, созданный фотографом, и в суде этот вопрос обсуждался. Это, на самом деле, не прецедентное дело само по себе, потому что прецеденты были ранее. Но интересно, какой это имело резонанс в обществе, и, скорее всего, это будет иметь последствия, поскольку при отсутствии достаточного финансирования перейти на цивилизованную работу с контентом, скорее всего, никто не захочет. А с другой стороны, если фотографы и другие производители контента будут бороться за свои права, возможно, все-таки будет как-то двигаться дело. Тут сложная, вообще, на самом деле, история. Я не хотел бы вдаваться в юридические подробности, потому что там вопрос был не в покупке, а в указании авторства всего лишь. Поэтому это, скорее, касается, ну, мне кажется, и будет продолжаться прецедент в этом смысле. Если вы это выложили, как утверждают сейчас, выложили в открытый доступ, значит, этим можно пользоваться. Здесь спор об этом. По другим всем вопросам, уверяю вас, юридически все каналы работают очень корректно с видеоконтентом. Это покупается, договоры заключаются. Да, там есть нюансы по цепочке, скажем, иногда это, вернее, не всегда можно добраться до, так сказать, первых рук по правообладанию. Но это отдельная история. В принципе, уже много лет телевидение очищено от пиратского контента, наше телевидение. Я вот уверяю, я работал, ну, я был официальным лицом, я сам занимался этой законодательной, так сказать, базой, приведением в порядок договоров. И, ну, при мне уже не было случаев, ни одного случая пиратства не было. Тогда просто в качестве маленькой реплики в этом деле Матолько было любопытно, кроме того, что пытались показать, что фотографии это социальное явление для того, чтобы юридически очистить это дело, что это вообще не надо просить разрешения. Второй момент, что было любопытно, когда начался шум, была действительно сделана ссылка в следующей передаче, но не на источник заимствования, а на другой сайт, который тоже имеет отношение к Матолько. Но, то есть я к тому, что, в принципе, с этим всем надо дальше работать, и тогда, возможно, это будет давать результат. Это такой не творческий, это юридический вопрос. Мои участными, я за Матолько, я считаю, что это не очень верное решение, но я в данном случае ситуация, как говорят юристы, кто лучше подготовился. Надо сказать, что юристы БТ были подготовлены значительно лучше, чем юристы со стороны Матолько. Они, извините, как бы это слово сказать, профукали все возможности, с которыми они должны были выступать юридически грамотно. Но это как бы не имеет отношения к нашей дискуссии. А вы можете расшифровать вот вашу фразу, что не всегда можно добраться до первых рук? Это тема отдельного расследования. Нет, окей, да, на самом деле это, в принципе, в любом, грубо говоря, в любом бизнесе существует такая история, как там цепочка посредников. Цепочка посредников, она используется, я не великий экономист, я совсем не экономист, я могу бытовым языком рассказать, как я это понимаю. Вы можете проконсультироваться, соответственно, с экономистами, юристами, там, и ДФР, там, они знают, как это делается. Но, насколько я понимаю, есть цепочка посредников для того, чтобы спрятать как раз возможность найти хвост, куда ушли там. Таким образом налогообложение из страны выводится, например, насколько я знаю. А с точки зрения прав, ну, речь идет о том, что я покупаю у вас права, вы мне показываете, я правообладатель, я говорю, окей, юридически я на вас уже переложил ответственность, а вы переложили туда, а вы переложили туда, а кто там, я даже не знаю. И, на самом деле, там, может быть, не правовладатели, кажется. Такие истории бывали. Не буду голословить, я не знаю ни одной конкретной, но я знаю, что такие истории бывали. Ну, я правильно понимаю, что, если честно, удорожает продукт в результате? Это удорняет, удешевляет. Удешевляет. Да. Это, ну, удорожает. Что, ну, мы сейчас попадаем, я не знаю, какие доли там закладываются на каждого, но это уже другая история, правда. Ну, это надо со специалистами разговаривать. Ну, вот, буквально, я про видеоконтент ничего сказать не могу, но я знаю, как происходит с фотографиями в наших печатных изданиях. Идет ссылка на источник, который не обладает никакими авторскими правами, который все украл, и эта ссылка не приобретается, получается, бесплатно, и это якобы защищает, ну, это защищает до того момента, пока правообладатель не найдет. Но это очень распространенная практика, мягко говоря. Спасибо, Юлия, пожалуйста. Я просто, может быть, хочу уточнить, что мы об одной важной тенденции не сказали по видеоконтенту, но на самом деле практика в этом году была такая, что некоторые особенно такие яркие, скажем, ток-шоу российского производства сдвигались по времени на несмотребельное время. Наверное, это тоже важная тенденция, которая вот... Спасибо. Тенденции, которые показывались без всяких изменений. Например, вот эта сломатая сущность. Увы, да. Увы, да. Да, да, да. Поэтому мы только говорим о тенденциях. Вы же понимаете, что, я думаю, что пока там стройная и внятная в этом смысле позиция еще не выработана, вот совершенно стройная и внятная, это немножко хаотично происходит, но, не знаю, мне кажется, что маленький, но положительный сдвиг есть, потому что все-таки какие-то... В каких-то моментах начали это все чуть-чуть прибирать. Если не совсем убирать, то действительно, да, посмотрите по сетке российских каналов и по нашим сеткам, это все, все это сдвигается в не очень смотрибельное время. Разумеется, да, многие же решения волюнтаристские принимаются по этому. Спасибо большое. Есть ли еще по этому вопросу реплики? Я думаю, что все поняли теперь, почему мы не начинали наш медиаток сегодня с главной новости медиаполя последних дней, с ситуацией вокруг Белсата, потому что действительно есть что обсуждать, и просто я очень боялся, что все вот это вот скомкается. Ну вот, собственно, время перейти к нему. Мы знаем, я напомню вкратце хронологию, что несколько дней назад появились сообщения со ссылкой на источники от Агнешки Ромашевской о том, что финансирование Белсата может быть сокращено, по-моему, в четыре раза, если не ошибаюсь. На две трети. Спасибо, да. Я, в первую очередь, литератор и все-таки автор канала. Канал еще не закрытый, канчатковое решение не принято. Зараз запланована дискуссия в Аураде Республики Польша на ГТКонт. Есть, пакуль, что у медиа хучей падаются сценары развития, розные сценары, и каким будет канчатковый сценар, залежать у тымлику и от нас. Еще не и тут. Хочу нагадать, что Белсат – это одинное белорусское незалежное телебачение. Хочу подкрасить – одинное. Якое, по сути, стало просторой для формывания грамадзянского мыслення и национальной идентичности белорусов остатним часом. Вельми шмат, кто уже выказался. Рух за свободу створил петыцию по трымку канала. Товариство белорусской мовы сегодня мысль так само подать заяву в Пент-центр, Рада БНР. Зараз пошли листы до белорусской диаспоры. То, что происходит, это не выпадковость и не звонок только с боку Польши. Это таки великий звон, который начинает звонить по усих белорусских медиях в случае, когда этот крок будет сделан. Конечно, не хочется заучасно отрымать карту смерти Белсата. Вы все тут склоняли. Сегодня целый вечер это гучить страшно. Особливо для теперешней ситуации в Беларуси и для супрацовников, и для глядачовы дання. Какие основные посылы, у вас накажучи, з яким я и каналы хочу сегодня звернуться до вас. А пошним часом не только пауплывало то, что Польша хочет скоротить финансование. Вельми великый унесок реакции медео-калегов на эту ситуацию. Как недела, махчима гэта самый неспраяльный час, калі махчима крытыковать, анализовать кореницы финансование, ці выказывать тое, што можна змяніть у дзейнасті канала на дадзіный момент. Махчима гэта зараз той самый момент, калі трэба яго падтрымаць. И, власне, кажучи, па гэтую патрымку да медео-калегов, каналы хоче звернуться. У який способ гэта буде, цепер мне б хателось з вами про гэта і поговорить. Натуральна, што прасіць пускать трансляцію канала на сваіх ресурсах, гэта справа дамовленостю, немахчима прымусить да гэтага. Але, калі вы можыце, махчима, са свайго досвіду, альбо з перспективы окрэслить некі способы, у який б вы маглі да памахчы гэтай акцыі патрымкі канала, бо асновная я адрасат гэта польская кераўніцтва. І па сутнасті, махчима, калі б з'являся некі матріалы, не ведаю, са спасылкай на гэтую самую пэтыцю, альбо звароты кераўніцтва медео па адрасах, які ямусь я гатавы прадаставіць да прэзидэнта, да прэм'ера, да савета міністраў, гэта адзінае, што цепер можа вырашыць гэтую сітуацію. Мінавіта зварот ў той бок. І гэта просьба ад канала да ўсіх вас, і мені б хацелася падшуць, чі ёсць ў вас некі прапановы і думкі на гэтый конт. І апошнія, канешні, гэта великая так сама, такое пэтанні солідарнасті журналісткай, медийный солідарнасті, каб не адбылось гэтай медыя трагеды, спыніць кольвік якую крытыку нададзіны мовант, просто таму, што я намыша дарэшты знішчыць адзінае беларускамовныя і залежнае талебачыня. Варим, спасибо большое, но у меня к вам є один вопрос ще, якщо можна. Все-таки, щоб бути об'єктивним, нужно поговорити, наверное, нічки про ту критику, которая прозвучала, тому що, в принципі, в моєй ленті Фейсбука трудно було не заметити всю эту полемику вокруг, ну, в першу чергу, стати Максима Шбанкова, которую ми знаємо, которую очень бурно обсуждали. Ми сильно приглашали Максима сюди, да, к сожалению, он не змог прийти по своїм личним причинам. Но вот главное не обвинение даже, а главные посылы, которые звучат в критических отзывах, насколько я понимаю, это некоторое обвинение в неэффективности канала. И многие говорят о том, из тех, кто критикует, естественно, о том, что скорее это больше вопрос эффективности, чем поддержки конкретного медиа. Что Вы просто ответите на эти обвинения? Если можно, я бы тут взяла слово, а не Валерина Гаяк, аутер. Я что хотела тут сказать? Что говорить сегодня полноценно, я сейчас просто как медиаэксперт говорю, об эффективности и измерениях эффективности, вот я бы побоялась. Вот как мы можем говорить об эффективности канала, которые, по сути, не находятся в одинаковых рыночных отношениях с другими каналами. То есть канал, у которого затруднен очень сильный доступ к слушателю. Я бы тут согласилась с Валериной, что сейчас мне кажется, вот о такой эффективности говорить совершенно не время. Но это мое мнение. С ним можно не соглашаться. Я бы скорее сегодня вот тоже, наверное, даже оставила за скобками гражданскую компанию в поддержку, которая, безусловно, важна, нужна и которая будет. Здесь тоже нет сомнений. Но поскольку здесь собрался круг медиаэкспертов, то я бы попробовала направить дискуссию немножко в другое поле. Мне кажется, что абсолютно бесспорным, что профессиональный уровень этого канала, ну вот как я наблюдаю за ним с самого начала, конечно, то есть рост хороший. То есть выросла хорошая команда, молодая, делается много креативных программ. То есть уровень профессионализма, безусловно, поднялся. И, конечно, потерять сейчас все это было бы, ну, просто жалко очень-очень-очень. Так давайте, может быть, это первый мой посыл. Второй мой посыл в том, что, наверное, в самой основе вот этой ситуации, то есть есть такая очень, вот Валерина говорит, первый национальный канал. Давайте не будем забывать. Первый национальный канал делался в рамках государственного, ну, общественного тогда, польского телевидения. В этом, мне кажется, корень проблемы. И, ну, это то, что мы сейчас не можем изменить. Один уделорском, мол, неизалежный. Да, 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 Валерина, не будем как бы в этом. Так вот, может быть, мы сейчас, мы можем, ну, просить поляков сохранить, там, ну, как бы, мы, ну, мы же не можем на них влиять. Давайте, как бы, понимать, что они, если принят решение или примут решение, то... Решение не принято. Вот и мы справились, что мы можем пока что. Ну, или нам говорят, что оно не принято, то есть что тоже может быть, да, вот если быть таким циником. А как считают наши медиаэксперты? Вот в случае, если страшное происходит, я сейчас имею в виду, что если Польша выполняет, вот, то вот если те страхи наши оправдываются. Вообще есть у канала способ выжить и сохраниться какими-то другими способами, не знаю, перерегистрироваться, найти другой круг доноров, сохранить команду каким-то образом, идя в интернет. Я не думаю, что решение Кончаткова принятое, это с Валериной изгодно. Я думаю, что есть великая верогодность, что оно будет принятое, але еще застался час, и есть махчимость. Польша все-таки демократичная краина, як бы там не было, и можно критиковать керуючую парту за то, что она шмат, что изменила там, але Польша засталась демократичной краиной. Але, что саправды, вот, калі верыць тому плану, який был огученным министром замежных справ Польши, что отрымаецца? У этой ситуации зараз есть административная одинка Белсад як особная, и хотя она не целком незалежная от ТВП, але яна администраційная одинка, и яна мая свою политику. Калі гэта будзе частка агульной редакции ТВП Лония, гэты одинки не будзе, и яны будзе просто расчыняцца у агульным редакцийной политаке, як это, вот, наприклад, былося, была беларуская хроника в рамках русской службы Дойчевелля. Нема беларусской хроники, и все цікаваць до Беларуси у Дойчевелля изменшилась, бо просто есть агульная редакцийная политика, и все, іншая пытання, ці можна шукаць іншых донараў, які маглі бы вырытаваць, и так далей. На сёняшній момент, як я разумею, ситуація махчыма памаляюся, але нема неводнага донара одного, ці пулла донараў, які бы взял бы фінансаванні такого памера. Таму, от такого махчымаці скокнуць ў бок і зарабіць нешта падобне, немахчыма. Ці можна зарабіць интернет-телебачанні, і так далей. У принципі можна, але зараз несприяльнія ситуація для пачатка такого праекта, і он може быць зроблены толькі вельмі вялікой ахвярнастю людзей, які будуть працаваць за нейкую дэю, і не будуть наваць спадзіваць ў ближайший час нешта трымаць. Гэта можа трымацца, як гэта трымалася в Україні з грамадскім тіві, там, эспрэса тіві, але не факт, што ёсць такая перспектива, ў якою гэта людзі здолюць перутварыць абсалютна энтузіастічны, так бы мовець, праекту, не шта такое реальнае. Ну і трэба зазначы, што і грамадске тіві, і эспрэса тіві гэта гдалі, яны так сама не існаюць на сама фінансаванні. Так, 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 яны узнікліць зусім іншым варіанці. Я бы тут глядзіл, што зараз, ўсё ж такі, ёсць махчымасць прыняць пэлные крокі атымя грамадзянскай супольністі, гэта махчыма. Можна, саправды, выказаць солідарнаць, і яе ў значній ступені, па-моему, ўже выказалі. Іншая пэтання, ці будзе гэта пачута, і ці гэта пауплывае на сітуацію. Тут я не загадываю, але мне падаєцца, што ішчэ кропку ставець не трэба. Але ўсё ж такі, калі белсат пержыве гэта крызіс, калі ён захаваецца, і хоць ў нейкай ступені незалежным, хоць ў нейкай ступені адмістраційны незалежным, хоць ў нейкай ступені с фінансаванім, то гэта крок павенін быць наступным думаць пра тое, якім чынам записывацца, так бы мавець, заховацца, белсату пасля всяго гэтага. Это як у кампутары трэба рабіць резервныя копія. Вот што можа рабіць белсат, для того, каб жыць далей, калі гэта історія ўсіх праэктаў. Праэкты заканчываюцца, і што будзе, калі праэкт заканчываецца? Калі людзі хочыць існаваць далі, то трэба думаць пра такі рэчы. Таму, адно, мы зараз можам выказаць солідарнаць, другое, белсату, калі ён захаваецца, варта думаць пра резервныя копія. Так, а вы допускаецца, што Польша рішыць аставець белсат, отказавшись от идеи обещания ТВП «Полония» на территории Беларуси? Я, окроме от того, что сказано в интервью министром иностранных дел Польши, я видел и другие его интервью, и другие высказывания дипломатов. Они не верят в то, что ТВ «Полония» долго просуществует в кабельных сетях белорусских. Поэтому это не такое решение, которое их очень привлекает. И скорее привлекает само по себе, ну, несколько факторов сбежались, среди которых получается и экономия, и сбежалось то, что есть возможность разрешить некоторые политические ситуации, противоречия, которые якобы можно таким образом разрешить. Ну и заодно уж привести Белсат в жертву. Но Белсат для белорусских властей даже не настолько, на мой взгляд, важная жертва, которая не требует, это скорее повышение ставки, чтобы получить что-то от партнера. Ну, то есть, можно договориться и без этого, и, ну, не обязательно приносить в жертву Белсат. Но, с другой стороны, если уже показана такая слабина, что это возможно, то белорусские власти, наверное, будут предлагать активно удерживать эту позицию, и тогда, ну, мы не знаем, как отригирует польская сторона окончательно. Пожалуйста. Ну, тут есть еще такой вопрос, захочет ли передавать право на название, архив, и кому передавать, наверное? То есть, получается, что сохранить в другом виде Белсат не удастся под этим названием однозначно, потому что это не наше. С этого можно начинать, поэтому рассуждать, привлечь каких-то спонсоров под что-то. То есть, либо Белсат будет финансироваться польским правительством, либо его не будет. Правильно? Ну, можно я, коллеги, еще? Я просто хочу... Ну, название, мне кажется, это не самая принципиальная история во всей этой сфере. Я хочу отреагировать на то, что спросила Юлия, и сказать, какие могут быть, да, пути. Не хочется тут особо никого хоронить, и не хочется особо гадать на кофейной гуще, но все-таки то, что я увидела из социальных сетей, из всего этого обсуждения, безусловно, канал не может существовать, как что-то, на что скинутся белорусы, но тем не менее, я видела, в том числе и у Валерины в обсуждениях, да, о том, что отдельные продукты Белсата, могут стать интересными для того, чтобы их, именно на них скидывались люди, собирали деньги. Валерины говорили, естественно, про то, что на приват готовы скинуться, но в целом есть какие-то конкретные продукты, которые, возможно, полюбились аудитории, и, возможно, могут быть созданы отдельно, отдельно, и, ну, таким образом, чтобы их могли использовать какие-то белорусские медиа, и в этом, наверное, как вариант солидарности, конечно, было бы, ну, это могло бы выглядеть. И второй момент, еще про который я хочу сказать, я, честно говоря, сейчас не совсем информирована о том, что же там происходит с этим прекрасным проектом, который задумал Евросоюз для того, чтобы противостоять засилью российских новостей у себя, но, тем не менее... Вы при этом все равно бы не спасли. Нет, я понимаю, что он бы не спас, но я сейчас даже думаю больше о людях, которые на Белсате находятся и работают, и я думаю о том, что частично эти люди могли бы найти себя там, если этот проект вообще когда-либо состоится, потому что пока это все такое очень сложно. Но это мы сейчас просто, как бы, ищем какие-то моменты. Это тоже финансируется от непереда. И еще одно. Ну, и как бы, да, да. Я не знаю, что будет происходить с документалистикой, вот сегодня тоже про это писали, про то, что Белсат это еще и документалистика, и здесь в ней, наверное, это, наверное, первое, от чего вообще канал откажется в случае, если придется урезаться. Спасибо, Владимир, пожалуйста. Я бы хотел привести в этом смысле дискуссию в какие-то... Уйти от оценочных категорий. Потому что любое вещание это должно рассмотреться с точки зрения бизнес-проекта. У него есть собственник, это не наши деньги. Все эти, извините, пожалуйста, истерические вопли, оставьте нам деньги, но это не наши деньги. Ну, вот изначально. Что за вообще подход такой странный? Вы нам должны. Никто не должен. Польша нам не должна. Я прощаюсь сейчас. Товарищи поляки, спасите нас. Ну, если захотят, спасут, а если нет, извините. Это мои деньги. Скажет вам Польша и будет права. Поэтому мне... Это странноватый изначально посыл, на мой взгляд. И поэтому я говорю, что я в данном случае сейчас говорю, ну, вот именно о бизнес-модели. А если говорить о бизнес-модели тоже, вот эти разговоры, разговоры все-таки, а мы не можем замерить аудиторию. Только вы не можете замерить аудиторию. Почему все остальные не могут? Что это за отмазка такая странная? Мы не знаем замеров аудитории, поэтому мы считаем, что мы популярны. Это, как я сказал, маме нравится. Мама сказала хорошо. На мой взгляд, это совершенно некорректно раз и совершенно не по-бизнесу. Два, и вообще детский сад какой-то, вот честное слово. С точки зрения медиа, это детский сад, а не аргумент. Второе, третье. Третье. Если говорить о бизнес-модели, ну, или говорить о том, что вы сказали, как вырос профессионализм. А какие критерии? Если я вам скажу, я как телевизионщик вам скажу, какой профессионализм? Вы о чем вообще? Вырос, я же сказала вырос. Нет, не вырос. К сожалению, не вырос. Если говорить, я не о содержании говорю и не о талантливости авторов, я говорю о телевидении. Это, как сказать, технологическая штука. Когда плохо снимается, это плохо снимается. Что бы вы там полезного не говорили? Когда неправильно стоит свет, это неправильно стоит свет. Как бы вы потом не рассказывали, какой благородной цели вы там себе представляли. Если плохо говорят ведущие, они плохо говорят. Если у них каша во рту, у них каша во рту. И прикрывать вот это все благородными целями, это неправильно. Это неправильно. На мой взгляд. Я не смотрел постоянно, но я смотрел целый ряд программ. И в этом смысле, конечно, мягко говоря, претензий много. И меня немножко этот момент возбуждает. Мы талантливые. Я любому каналу объясню, на любом канале, независимо от его позиции, я объясню, почему этот продукт плохой. И доказывает, что зато, зато, вот это любимое нашло, зато он незалежный, он не незалежный, он зависимый. Это тоже красивый такой, красивый ярлык. Мы единственные незалежные. Вы залежны, вы от Польши залежны. Поэтому... А можно я вам откажу, Владимир? Сейчас я... Это не наезд, поймите тоже. Потому что, потому что, как раз, ну, я за такие вещи болею, и еще раз по этому повторяю. И самое важное в этом смысле, мне кажется, самое важное, это то, что вот сейчас жареный петух клюнул, а канал из этого делает совершенно неверные выводы. Совершенно. Помогите, мы и дальше будем как-нибудь существовать. А канал не очень хороший, канал не креативный, канал архаичный очень, канал совершенно не борется за зрителя, в этом смысле. И вот такая ситуация, правильно вы сказали, об этом думать надо всегда. А сейчас вот сократят финансирование. Ой, как же мы работать будем? Думайте, как работать. Или уходите из профессии, как говорил кто-то из великих. Вы сказали, самые тривиальные, псовые речи, какие говорят люди, какие вельми редко глядят канал, какие не читают статистику по канале, и какие опошним часом видовочно не сочили. Вы только подтвердили сейчас, что у вас очень мало зрителей. Вот сейчас сами подтвердили это. Я заинтересованный человек специально искал и смотрел. А сколько людей специально искать не будут? Давайте по очереди, давайте Валерина ответить сейчас. Просто, калі вам саправды, гэта цікава, а не для красного слову, то ўсе дадзіны, аккурат, зараз практична ўсе супрацовніки бисад измещаюць у интернет і рыхтуюць гэта... Почему только сечас? Бо з'явілася такая необходна. Вот именно. А я про что говорю? Это не канал получается. Я хочу вам сказать, что мы зараз обмірковываем то, я там, хто да е гроші. Набрагат, якая статистика. Але я першопочатково звернулась з усім абсолютно іншій просьбой. Той, що говорите і ви, яно хапаю паусюль абсолютно. Калі вам саправды цікава, да? Ну, пайдіте, зверніте, а не заявляйте... Калі вам саправды цікава, ви прислушайтесь к этому. Вы кажете речі, про якія треба думаць. Так, ну, мы думаем про гэта, мы аналізуем, і мы робім вісновы. Той, што вы зараз пауторите ішэ раз гэта, некалькі разов, думані ад гэта гэта гэнтэнсіўній не стане. Зараз іншая праблема. Вы разумяєте про гэта? Я звернулася до гэта 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 гэта, а гэта 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 г Например, БТ, вы все то же самое им говорили. Получайте в ответ. Это бумеранг. Критика нам не нужна, помогите. Как говорится, извините, вы сейчас сказали вот это самое, не учите нас жить, помогите материально. Детский сад. Юлия, пожалуйста. Если мы можем повлиять на Польшу, который действительно хозяин своих денег, то не бывает наступного. Ну, как ты можешь поуплывать? Какой у вас план Б? Мы стали обсуждать план Б, который не исключает плана А, но который важно обязательно иметь. Работать или бросить? Вот у нас тут есть Андрей Петрович Вардемацкий появился, которого очень сильно отвлекают. И вопрос к Андрею Петровичу. Андрей Петрович, а у тебя здесь есть что сказать? Я не про свежие новости из Варшавы, я про аудитории, про что-то еще. Есть у тебя какие-то мысли? Ой, ну я категорически согласен с предыдущим оратором, что надо отойти профессионально. Так иди в микрофон, пожалуйста, скажи. Надо отойти. Вот я восхищен вашим талантом, когда вы пишете, но, Валерина, когда дело касается вот этих сюжетов, я представляю себе такое, значит, послание. Коллектив Белсата, творческий коллектив Белсата призывает поддержать этот канал. Понимаете? То есть, ну, сами как бы... То есть, речь идет о том, что эта поддержка, если она должна быть, она должна иметь какой-то совершенно другой характер. Вот. Первое, что приходит в голову относительно того, что надо уйти от эмоций, это вопрос и констатация. Рейтинг Белсата, или я скажу другими словами, что общего между рейтингом Белсата и рейтингом Лукашенко? Или строительством коммунизма? То, что никто не знает, да, или даты построения, или величины этого рейтинга. Вот. Не было измерений, во-первых. Во-вторых, если эти измерения делались, то они делались в разных формулировках вопросов, и поэтому сравнимость, так сказать, методически невозможна. И так далее. Вот. Реклама, да. Каждый рекламщик, вообще говоря, без эмоций, должен знать, на какую он площадку приходит, чтобы разместить свой продукт, да. А площадка, индикатором площадки, привлекательностью площадки является рейтинг. Вот. И поэтому его просто надо знать. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, кризис, вот эта вот ситуация, это как бы кризис, который надо оценивать в ней эмоционально. И кризис, вообще говоря, это большое благо. Потому что вот сейчас ситуация размышления по поводу того, каким образом выходить из этой ситуации и выходить из монозависимости, вот. Это колоссальный плюс для развития данного телевизионного канала, как бизнеса, как бизнес-проекта, а другие, значит, термины, какие бы они ни были романтически приятные, неприемлемы в современном мире. Вот. И вот это время хорошее. Через кризис проходят все. Вот. Это может, так сказать, звучать таким образом, что Иванов виноват в этом. Это может звучать таким образом, что ситуация объективная в этом виновата. На самом деле виновата ситуация, которая сложилась, а не чья-то там конкретная сторона. Вот. И поэтому надо искать, так сказать, выходы. Кризис – это большое благо для роста. Вот. И просто вот уже идет, так сказать, подбор возможных пунктов, где точки роста или возрождения этого канала возможны, да. Одна из таких точек, даже если ее на одну передачу хватит, это вот влияние российский импакт медийный, да. На самом деле таких точек можно найти несколько. Да. И краундфайзинг, вот, значит, ну, это, да, это надо напрягаться, так сказать, вот. Просите до штрафа. Дальше. По поводу решения, тут говорится, что оно принято. Ну, какие решения там? Все им заняты. Какой вел сад? Это хорошая идея писать на конвертах. Вот. Тогда можно писать и думать, тезисы написаны, писать и думать о том, что он когда-то наполнится. Вот. Значит, точки роста такие есть, безусловно. Понимаете? В любой ситуации выход есть и точки роста потенциальной подпитки есть. Вот. Мы их, можно, так сказать, можем найти. Вот. Дальше. Произошла радикальная смена медиаповедения, да, в глобальном смысле. Вот. Медиапотребитель сейчас, аудитория, это не есть совокупность потребителей, да, пассивных потребителей. Аудитория, это есть совокупность активных сопроизводителей информации. И в этом смысле это тоже есть точка роста белсата, используя которую, как глобальную закономерность, можно найти точки подъема канала, да. То есть эти точки могут быть как содержательные, так и связанные с изменением в виде медиаповедения. Вот. А по поводу рейтинга я высказывался. Значит, да, тайна сия велика есть. Вот. Но с другой стороны, рейтинг, как таковой, не является абсолютным и окончательным индикатором эффективности данного медиаресурса, да. Более окончательным, окончательного вообще не знает никто, но более окончательным является влияние, которое измеряется количеством трансляций внутри общества, ретрансляций внутри общества, которую, значит, которая пошла от данного канала, да. Я у вас могу знать не непосредственно из ваших статей, а из того, что мне сказал Петя, Маня, Ваня, Клава и так далее. Вот ваше влияние. А не рейтинг непосредственного прочтения, либо просмотра вас, как конкретного индивидуального автора, либо непосредственного воздействия канала. Вот. И здесь в этом смысле, так сказать, ситуация не такая уж плохая. Вот. Понимаете? То есть, так сказать, вот можно рассуждать. Ну и последнее, что хотелось сказать. Дело не в том, что там закроют или закроют, а дело в том, что, что, какая идея стоит за этим. Вот. Что, что имеется в виду? Вот. Закрыть канал, либо закрыть данные персональные, либо закрыть канал, как данный вид и, значит, медиа воздействия. Вот. Трамп взял и закрыл телевидение для себя. Вот. И слава Богу. И он открыл голоса избирателей, которые пришли к нему. У него был гораздо меньший бюджет, чем у Хиллари. Но фишка в том, и секрет, то, что у него была другая структура бюджета, которая на сети была переориентирована. И он делал не по традиционным лекалам, значит, социологическим, которые грубые. Вот. А в контексте малых, менее целевых групп. Вот. И я оказался победителем. Вот подсказка. Масса, ну, как бы мне неудобно тянуть одеяло на себя. Масса есть ходов, кроме, извините, призывов, вот, помогите нам. При всем, при всей любви и уважении. Спасибо. Спасибо, Шандрик Петрович. Коллеги, у кого еще есть на эту тему реплики, ремарки? Я думаю, что призыв не присутствует. Пожалуйста, микрофон. Послушайте, мне кажется, что несколько глупо все-таки, и, ну, глупо, это, наверное, самое мягкое выражение, критиковать Валерину за то, что она решила выступить с таким призывом. Она выступила, а откликаться или не откликаться, это личное дело каждого. Хотелось бы конструктивно еще. Вот в том числе и потому, что я сделала. Абсолютно согласна здесь с Мариной. Вот, 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 конструктивно это не призывы, конструктивно это, это обратитесь за помощью ко всем, а не посылайте вы их всех. Вы же сейчас сделали первое, что сделали по пиаровским ходам, вы отвернули от себя даже тех, кто к вам хотел стремиться. Вы же всем отлук дали. Ну, мы же умные, поэтому мы не отвернулись, а мы, несмотря на то, что Валерина не хотела нас слушать, мы попытались высказаться. И надеемся, ну, конечно, но надеемся на то, что мы сделаем из этого всего, ну, резюме как минимум, и что это пройдет все-таки не совсем даром. Спасибо большое. Если нет больше соображений, я думаю, что нужно подводить итог подведения итогов, потому что мы уже выбились из заявленного графика. Коллеги, спасибо большое, что пришли. С виду картина 16-го года белорусских СМИ видится, наверное, не очень радужно. Тиражи газет падают, интернет-аудитория не растет, как мы сегодня выяснили с точки зрения потребителей новостей, именно на телевидении свои проблемы сокращаются, бюджет. Но, тем не менее, на этом всем фоне появляются какие-то новые, очень яркие проекты практически в каждой сфере. Здесь неоднократно был упомянут журнал «Имена», первая краудфандинговая СМИ. Появляются какие-то новые способы привлечения и аудитории, и финансовых средств. И будем надеяться, что эта тенденция будет развиваться и в следующем году. И в этом смысле мы желаем, конечно, и Белсату в том числе двигаться как-то в этом направлении, в поисках, в том случае, конечно, если ситуация не разрешится положительно. Спасибо большое, что пришли сегодня. Я уже это говорил. Ждем вас в январе на таком же медиатоке. Спасибо.